привет всем добрый вечер собрались на традиционный но не традиционный сегодня наш кинострим я его кто еще не заметил я сдвинул его на два часа может быть кто-то из-за этого его пропустит ну ладно попробуем я тоже эксперимент сделаю посмотрю на реакцию на результат дальше посмотрим а я к сожалению с опозданием там запустил зумно нужно работает так что в комнату можно входить кто хочет сейчас буду запускать так пока запускаю как обычно организационное объявление продолжается сбор запись желающих попасть на кинопоказ документального фильма стирай семью который надеюсь все еще надеюсь пройдет и в кинозале москве и онлайн куда людей наберется соответственно там и пройдет часто у нас по моему 25 человек в зале это все еще маловато поэтому если у вас есть какие-нибудь способы или знакомые которые смогут там и не за какие не какие угодно средства там сми знакомые сми этом журналисты кто-то еще какие-нибудь сайты посещаемые кто принципе ну кому эта тема близка тема отчуждения родителя кто мог бы продвинуть в общем самое время этими друзьями воспользоваться потому что времени осталось мало сбор средств отсечка заканчивается 10 ноября осталось в общем считайте там до 20 дней даже даже меньше 20 уже чуть чуть меньше двадцати выходим на финишную прямую так что от всех личных связей всех вас всех кто хотел попасть и кто уже там пытается попасть зависит состоится ли кору пока на данный момент ограничений по вирусам нету вот это у меня последние свежие официальные данные так что препятствий со стороны корида в общем для кинопоказов нет препятствий только со стороны посещаемости вот так значит запускаю всех кто у нас так всех кто у нас зуме запустил так так еще до так а мы сегодня собрались по поводу фильма мужики вот он принципе так был достаточно большой имел рейтинг вот я тут про него пару слов сказал потому что вспоминала на неделе и в общем люди нахлынули проголосовали и все равно мужики оказался в лидерах так что на два голоса по моему кстати дальше там идет очень близко несколько фильмов прям очень очень близких друг другу 15 голосов фильмов на 5 или 6 так что будет дмитрий тоже по фильму есть уже до высказывания дмитрий дмитрий с нами так и я не слышу или чему я не слышу минуточку что-то у меня почему я не слышу так дмитрий да слышали у меня слышно да вот теперь услышал вот у меня была проблема так хотел спросить что это по фильму уже реплика есть да да ну давайте откроем чушь чушь то да так вот я сегодня конспект сожалению не подготовила тоже я буквально вот только что из-за руля очень очень далеко очень тяжело ехал это в таком виде его возьму я думаю что должно хватить чтобы нас и не прижучили в то же время все видели вообще фильм лежит на ютюбе так что любой желающий сможет его открыть в этом ютюбе в соседнем окошке там только с выключенным звуком пожалуйста и запустить его прям как есть ну дмитрий прошу ну в общем фильм мужики я кажется за не помню голосовал я за него или нет но я его раньше смотрел он меня произвел большое впечатление режиссер искра бабич я пытался посмотреть ее биографию в интернете но как-то мало информации ну судя по имени скорее всего режиссер это дочь какого-то коммуниста большевика который дал такое коммунистическое имя ну очевидно в честь газеты искрай если смотреть его фильмографию она сняла не так много фильмов все фильмы мне кажется достаточно интересными один из первых фильмов это фильм половодья такая классическая советская производственная драма я ее не смотрел но прочитал пересказ фильма и если подумать как бы то содержание этого фильма она просто чудовищно там речь идет о двух молодых колхозниках парни и девушки они любят друг друга хотят пожениться а колхозница она становится ударницей пытается перевыполнить какой-то план а ее будущий жених будущий муж он ей говорит что вот давай будем строить какой-то свой собственный дом не надо тебе так пытаться стать ударницей лучше вот занимайся нашим общим хозяйством и колхозницу это шокирует что у него такие мелкобуржуазные инстинкты и у них случается ссора они уже готовы разойтись тут оказывается что главная героиня беременная и к ней приходит председатель колхоза женщина и говорит ей что вот этот мужчина от которого она беременна к ней не подходит мужья что они должны расстаться и что эта женщина она должна воспитывать ребенка в одиночку с помощью колхоза и без соответственно этого мелкобуржуазного мужчины ну там кажется все заканчивается хэппи-эндом но вот я уже в этом фильме вижу вот этот очень такой прямолинейный грубый стиль этого режиссера искры бабич очень такой явный грубый посыл что мужчина плохой приходит государство в виде женщины в виде председателя колхоза и сгоняет из этого мужчин мужчину из еще не сложившейся семьи и вот когда скажем в россии там говорят что вот россии нужен какой-то феминизм россии не хватает феминизм у нас тут какое-то патриархальное государство вот можно просто брать показывать этот фильм и говорить что смотрите у нас 60 70 лет назад фильм очень старый каких-то там 50-х или начало 60-х годов у нас тут был такой феминизм что америка до этого там скажем еще не дошла ей нужно чтобы до этого дозреть может быть еще где-то лет десять и мне вообще кажется что такие фильмы надо как-то показывать каким-то американским там я не знаю блогерам моносферы потому что они глядя вот эти старые советские фильмы они могут как четко увидеть свое будущее как это неудивительно и увидеть вот насколько эта система она грубая и механическая сейчас уже конечно такие топорные вот идеологические фильмы они снимают сейчас уже какая-то идет более тонкая подача и его тут ценность таких фильмов она как раз состоит в том чтобы увидеть вот это промывание мозгов именно в таком старом устаревшим грубом виде ориентированном там на зрителя который был лет 60 назад и следующий фильм искра бабич сняла фильм первое свидание называется кстати что удивительно я его тоже смотрел много лет назад и там поднимается эта тема которая дальше мы видим фильме мужики тема женщины которая воспитывает каких-то непонятно откуда-то взявшихся детей и мы видим что вот одна и та же тема поднимается сначала фильме первое свидание а потом фильме мужики я даже на какой-то момент задумался что возможно тут какая-то замешана личная история этого режиссера искры бабич я пытался найти какому-то этому этому какие-то подтверждения в ее биографии но не удалось найти никаких подтверждений и я склоняюсь к тому что вот искра бабич она взяла себе вот какую-то эту тему 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 одиноких матерей матерей-одиночек то есть вполне возможно что она пришла там в какое-то министерство культуры но я не знаю как эти дела делались и сказала что вот есть такая социальная проблема советские женщины становятся матерями-одиночками надо как-то отобразить это в кинематографе и ей там наверное дали какой-то бюджет на создание фильма включили в какой-то план и она вот так подсела на эту тему которая она собственно и раскрывала фильме первое свидание мужики и вот в этом уже фильме первое свидание мы видим что как фреймится вот эта ситуация женщина которая оказалась одна с детьми непонятно откуда взявшимися то есть такой более традиционный более традиционное отношение к этой ситуации она бы состояла в том что эту женщину бы назвали нехорошими словами ее бы однозначно обвинили в этой ситуации что она совершила ошибку это ее вина и она соответственно упала бы на некое дно общества ее бы общество бы осуждала бы изгоняла бы за это и в тот момент когда этот фильм снимался вот такое отношение оно еще мне кажется было очень сильным и перед режиссером стояла задача дать какой-то новый взгляд от фреймить эту ситуацию по-другому и вот в этом фильме первое свидание есть девушка которая вышла замуж за молодого человека по такой юношеской любви но она вообще не понимает что она замужем она не хочет вести себя как какая-то жена сидеть дома там варить борщ мужу она хочет ну говоря современным таким языком продолжать тусоваться с какими-то своими друзьями и откуда-то берутся какие-то дети то ли сироты то ли социальные сироты у которых какой-то отец алкоголик и она фактически их усыновляет и ее муж как-то этому противится что ему непонятно зачем эти дети нужны и вся эта ситуация подается в таком ключе что эта женщина она совершает некий такой прям христианский подвиг берет на себя какой-то крест и мужчина должен тоже взять на себя этот крест и показать что он должен быть достоин этого подвига иначе женщина она становится нравственно выше этого мужчины если мужчина не хочет на себя взять этот крест эту ответственность и мы видим что вот это тут ситуация женщина с непонятными какими-то детьми она переворачивается мы видим эту женщину уже не как грешницу преступника против общественных норм религиозных норм мы видим ее как мученицу которая берет на себя этот крест и вот конкретно в этом фильме первое свидание это какие-то дети которых она усыновляет но мы понимаем что вот эта ситуация что женщина усыновляет каких-то чужих детей она бывает но она в принципе не такая частая намного более частая ситуация это мать-одиночка либо женщина мать детей у которых формально есть какой-то отец но фактически он где-то далеко никак не участвовать в жизни детей ну возможно там пласят какие-то алименты и я вот вижу тут такую манипуляцию что вот эти две абсолютно разные ситуации они немного смешиваются вот и фильме мужики мы это явно видим потому что один ребенок у этой женщины он родной ну старшая дочь а два других ребенка она объясняется где-то усыновила в роддоме то есть тут происходит некое такое затуманивание этой ситуации дается такой образ женщины с какими-то детьми а происхождение этих детей откуда они взялись оно так немного затуманивается это место оно так затушевывается чтобы на него как-то не обращали внимание и вот теперь я хочу перейти к фильме к фильму мужики фильм в общем тоже поднимает такую тему кто вот виноват то что эта женщина оказалась не в браке с ребенком непонятного происхождения то есть фильме есть отец главного героя очень такой интересный кастинг интересный актер такой человек идеально подходит на роль такого властного мужчины такого патриарха своей семьи деревенского такого мужика в хорошем смысле который может научить нас всех так своего своего сына каким-то вот настоящим таким традиционным патриархальным понятием прямо мы видишь этого мужчину и чувствуешь как бы к нему такому такое доверие что вот это такой отец патриарх сейчас он научит но в чем состоит манипуляция этого фильма в уста этого лжепатриарха вкладывается абсолютно речь понятия абсолютно противоположные тому что реально мог бы сказать такой человек я считаю что реально вот такой патриарх он бы конечно осудил бы эту женщину назвал бы ее очень хорошими словами сказал бы сыну что сын стал жертвой злой женщины испытал несчастье его надо всячески поддержать вместо этого мы видим что его позиция она на совершенно на 180 градусов противоположное и вместо того чтобы обвинять эту женщину отец обвиняет своего сына по сути он его очень сильно придает этим то есть он выставляет черное белым а белое черным и у зрителя меняются прям вот эти моральные координаты на 180 градусов вот я вижу в этом такой главный обман этого фильма в принципе мне кажется что сейчас такая технология вот промывание мозгов она является довольно устаревший то есть это прямой подлог сейчас мне кажется больше бы пытались бы что-то умолчать что-то больше выпить и какая-то вот технология манипуляции она была бы намного более тонкой что еще я бы хотел бы отметить в этом фильме фильме поднимается тему прозрения главный герой рассказывает о том что как он чуть не попал в шахте под обвал оказался близок смерти он там переоценил свои ценности ну испытал прозрение мне кажется тут есть тоже такой обман я это назвал был же прозрение то есть что мы собственно понимаем под этим словом прозрение человек прозревший человек он понимает что он значительную какую-то часть своих же своей жизни может быть каких-то ключевых точках он действовал не своих интересов а он был как запрограммированный биоробот действовал по программе и соответственно когда человек это понимает он испытывает очень сильный гнев обиду ему требуется время чтобы побыть на визне с собой пересмотреть свою жизнь при оцените эти ценности и тут как бы главное не торопиться человеку нужно время ему ни в коем случае не надо спешить потому что когда человека манипулируют ему наоборот пытаются навязать какую-то спешку сказать ты виноват давай делай быстрее не думай мы видим как раз что главный герой попадает вот эту ужасную ситуацию спешки что у него вот этот гилд трип состояние в котором он испытывает острейшую виновность у него нет какой-то даже ни одной минуты сесть подумать что с ним происходит он в какой-то панике метается какие-то вот карамазовские метания буквально и мы видим что создатель фильма режиссер там сценарист неважно кто они знают что есть такая вещь как прозрение но они пытаются подменить суть этого явления то есть они пытаются выдать лже прозрение за настоящее прозрение еще вот хотел бы упомянуть еще раз вот эту ситуацию с детьми непонятного происхождения вот главный герой он скажем забирает этих детей увозят их к себе вот в этот свой поселок никель я кстати посмотрел действительно где-то на кольском полуострове есть такой город а и допустим у него друзья будут спрашивать а что это скажем за дети и у него есть два варианта первый вариант это честно сказать что один ребенок он как бы мой но не точно а два остальных не мои но если он так скажет своим друзьям то друзья подумают что а что вот эти двое других детей они не являются биологическими там детьми моей бывшей вот этой даже не жены а невесты если он так скажет что то друзья подумать что он их обманывает что они подумают что на самом деле эти двое детей они прижиты этой женщины от каких-то других мужчин один вообще от цыгана ему даже лучше не пускаться в эти объяснения ему даже лучше скажем соврать и сказать что там скажем один ребенок мой двое других детей не мои но они все являются детьми вот этой женщины и я вот уже упоминал что в фильме первое свидание вот эта ситуация женщина с чужими детьми она выставляется как некий христианский подвиг и мы видим что вот такой же заход используется в фильме мужики когда главный герой оформляет документы на усыновление он обращается к вот этой женщине работница опеки сестра но сестра это явно религиозное обращение в смысле что там все мы братья и сестры во христе это и соответственно поведение этого мужчины она показывается таким образом что он совершает некий такой христианский подвиг именно подвиг берет на себя крест я вот вижу в этом какую-то просто чудовищную манипуляцию я бы даже сказал что это можно сказать некое богохульство и там родители этого мужчины они тоже говорят что какой мы на тебя крест взбаливаем то есть можно ли манипулировать человеком внушаемую чувство вины заставлять его брать как на себя совершать какой-то подвиг которому явно не по силам ну не знаю мне кажется это что-то запредельное хотел бы еще отметить такой не тревожные самые все-таки затянулась реплика давайте на эту точку запятой поставим когда там фильм подальше пройдет тему продолжим как бы я я услышал несколько таких но точек за которые можно усыпиться давайте дадим шанс остальным поле помните у нас протокол до руку поднимаем и и там постарайтесь все-таки в пределах там не знаю 10-15 минут если сложный топик там лучше разбирать его надо разбивать на части но я в двух словах то что я услышал как бы за что зацепился слухом но тут конечно фильм многослойная да то есть его можно очень очень по-разному разбирать можно вообще подойти прям с такого с радикального ммд скажем до точки зрения то тут все понятно там одним образом понятно можно посмотреть с идеологической стороны ну то есть как это было то есть тут я явно видна политика государственная тут все видно что это не один человек не два это целая такая система скажем так некая вселенная да со своими правилами в которых вот действует вот так люди и других вариантов у них нет есть вариант чисто психологические да такой вот если бы этот человек пошел было у него время такой возможность такая была пойти там на 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 сеанс скажем терапии лучше на полгода вот чтобы он тогда для себя мог накопать в этом смысле этот другой будет вопрос вот и конечно чистой биологии вот в стиле робина бейкера тут тоже присутствует вот шопинг за генами тут явно есть но и я сам не буду претендовать на истину абсолютный а чисто вот свои личные чувства то есть фильм меня цепляет определенную то есть тема болезненная она в общем скорее так я бы сказал побешивает слегка или даже не слегка то есть представить себя на месте такого человека достаточно сложно в общем то я бы таких качелей никому не пожелал в общем это вот только только в качестве пытки можно в аду на такой вот рассматривать просыпаешься каждый день и узнаешь что у тебя там есть причем не не то что ты проснулся и узнал что у тебя есть дети а ты проснулся и узнал что у тебя есть дети с вероятностью 50 50 примерно это и вынужден как бы жить вот в этой вселенной никак иначе то есть все время в состоянии неопределенности на мой взгляд вот с точки зрения психологии тогда ну или даже с уклоном уже в мифологии вот на мой взгляд чистая тема вот то что я обозвал давно еще темной материей то есть какие-то интриги которые плетутся на фоне и интриги плетутся общем как бы вроде внешне слабыми там женщинами да но по сути эти там внешне слабые женщины приводят в действие какие-то вообще титанические огромные такие силы гигантские которые начинают сталкиваться там искрить и очень что называется мама на море шторм там земля трясется горы рушится и так далее вот такие вещи то есть буквально крылья бабочки вот бабочка на одном 14 лет назад бабочка крылышком махнула и вот теперь гора рушится вот такое ощущение и я вот к сожалению даже близко ничего фильме не вижу чтобы герой как-то себя осознал как бы на что он именно является просто пылинкой как бы который вот ну попала в вихрь и эту пылинку просто болтает там на какой-то кусочек мусора который то есть вихрь поднял и поднял не он в общем то потом там есть как бы его часть сейчас я про это скажу два слова там папа то общем правильно говорит по поводу когда он ответственность делит на на людей искать кто за что отвечает типа что ты по что то что она сказала это она сказала да это он про мать имеет виду а то что ты поверил типа это на тебе тут он прав в общем туда то есть по большому счету здоровый прозревший человек должен был бы так не должен был бы принимать вот так вот на веру да да даже от собственной мамы что такое потому что причин психологических для там вранья может быть множество вот мама в чем-то тоже можно понять она ведь но если биологически рассуждать она ведь защищает но собственные гены ее гены это гены сына если невеста ходит не пойми с кем то в общем как бы шансы у сына несколько падают то есть в этом-то смысле она правильно сделал что панику подняла на то есть что ой у нас тут спермвор происходит упс вот а когда спермвор то вы никогда не знаете чем дело кончится потому что все очень-очень все случайно и в этом смысле панику подняла как уж там потом это я так понял по сюжету имелось ввиду что они сами не были уверены вот до тех пор пока девочка не стала реально взрослой и в ней не стали угадываться какие-то черты там ну кого-то кого не знали потому что ног кто реально может знать только что это действительно чья это там чей ребенок только мать может знать поэтому только она и может узнать на кого на самом деле похож перебирая в голове своих там эти да там этот 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 похож вот на этого и потом по факту с художником с этим она в итоге все таки сну завязался них отношения да то есть несмотря на то что это был вот человек человек который явно как бы это сказать то чем вторгался скажем так в чужие отношения уж не знаю насколько на них знал то есть знал он типа что это вот там не невеста что в армии там солдат где-то по-моему на сказал что он на флоте служил то есть три года его не было три года в сайте армия что это такое то есть типа не свадьбу отыграли он она на флот ушел да и видимо по плану предполагалось что вернется ребенку будет уже там два с половиной вот ну вот то есть то есть люди просто вычеркиваются даже даже одна вот это только маленькие вроде бы кусочек всего сюжета типа два с половиной года жизни первых фух тип все а потом папу будем спрашивать а где он мерзавец был почему он подгузники не менял а он в это время правил там казармы занимался другими важными делами поэтому вот он научился делать это они подгузники менять там и не смеси готовить хороший вопрос сейчас как бы тут всем надо порассуждать вслух то есть ну я понимаю что тут не может быть однозначной оценки насколько правильно поступил героев создавшихся абсурд обстоятельствах во-первых такой чисто личная оценка и второй вопрос более интересный а что можно было сделать иначе в его ситуации вот ну мы не можем повлиять на прошлое мы не можем там поменять людей мы не можем там оживить или умертвить кого-то ну вот вот ситуация досталась предположим что она реально такая я между прочим в фильме о создании фильма что интересно ни одного психолога нет который говорил про этот фильм а жаль не психолога не адвоката интереснее было были комментарии а там где рассказывают про историю фильма говорят что исполнитель главной роли он просто прочитав сценарий в общем отбросил его в сторону как мусор то есть он сказал я не ну типа история выдуманная от начала до конца и в итоге сценарист якобы его уговаривал и рассказал ему про реальный случай типа код значит который вот именно так произошел там не рассказ до какой степени он был такой же я все-таки не думаю что он прям один в один его заимствовали наверняка там что-нибудь изменили приукрасили типа случай из реальной жизни и вот этот рассказ сценариста он убедил этого актера на главной роли что очень да это в общем эта история правдоподобная можно ее играть можно подумать как как ее вылепить так вот вопрос собственно а что можно было сделать лучше там да или иначе хотя бы да то есть как можно было более грамотно поступить вопрос непростой потому что тут тут но ситуация такая что я говорю никому не пожелаешь я попозже там скажу у меня есть свои варианты в общем скажем так то что герой сделал в принципе это могло бы быть хорошим хорошим выходом при одном важном условии если по он действительно до конца понимал вес принимаемого решения у меня сложилось впечатление по крайне по фильму что он все-таки не понимал вес решения котором принять то есть его туда опять загнали сманипулировали он не успел ничего подумать он не успел ничего взвесить он не успел реально представить на что это будет похоже во первых сейчас во вторых через там год вторых в третьих через там пять лет и через двадцать лет об этом нужно было всерьез подумать да и желательно не одному нужно было порассуждать там взвесить варианта что называется какие тут есть сценарии развития вместо этого в общем его как бы подгоняет подгоняют типа все то есть в общем давит там и на жалость и на совесть там ну и на все сразу короче что там по нескольким фронтам как это в общем умеют делать и в итоге ему просто как бы огораживают вот это вот и задают ему колею из которой может толком и рыпнуться некуда то есть как он начали сказал очень хорошо он ведь принципе описывает технику манипуляции чтобы если год я признаю получается ягод они признаю получается сволочь то есть типа ну так и есть как бы там так ситуации сделано что в общем он не может выйти из нее по крайней мере есть если он будет действовать в рамках тех рамок которые ему задали то есть вот ему огородил там папа свою стенку поставил до мама свою стенку сама дочь определенную стенку поставил да там условия свои выдвинула и там со стороны государства условия если если действовать в этих рамках то естественно выхода вас в особых нет тут как бы вот ну выхода всего два ты либо должен слинять до исчезнуть отсюда навсегда со всеми последствиями принять это на себя что в общем ты как бы действительно второй раз уже так более осознанно отказался от этого дела либо ты ввязываешься вот в эту авантюру который неизвестно чем кончится откровенно говоря потому что там он приезжает по моему разговаривает типа что ему там на утро типа или на завтра в ночную смену выходить то есть ничего не изменится ведь как были дома двое так и останутся но будут они там детском саду все равно старше будет их там и и кормить и обстирывать и все такое то есть как это все будет совмещаться со школы и всем остальным непонятно то есть что и что и светит там не знаю группа называется как назывался детский сад где были люди дети жили пять дней название такой был советская забыл где где этот усатый нянь то работал он же как раз таком детском саду работал где дети ночевали типа то есть они там по пять дней находится на выходные только я думаю что что такое бы нас а на самом деле светило и насколько это было бы хорошо большой вопрос короче говоря вот он я думаю что он могу попробовать если понимал о чем идет речь на самом деле да то он мог попробовать сломать вот эти вот рамки которым поставили частично некоторые некоторые принять там допустим одни одни условия принять сказать что ну ладно это разумно это оправданно а про другие условия сказать знаете что вот с этим условием идите-ка вы подальше куда вот я тут сам знаю вот имеете ваши условия тут сложными дихотомиями нафиг не сдались но он этого не делает то есть он действует в рамках матриархальной культуры абсолютно где он не актор в толком а фактор вот и в общем как бы решает из себя сказать сыграть героя вот нам не показывает чем это дальше закончилось но в общем тут вопрос это сложное чем там дальше кончится вот про варианты как-нибудь попозже тогда поговорим так есть на желающие еще чудо никто руку не тянет всем нравится меня слушатели просто ждут нужного момента чтобы вклиниться ладно пока рук нет помните да там есть операция такая правой клавиши там и нажать о макс прошу приветствую сергей то есть раз никто не дает руку я так сказать набросал тут немножко по поводу фильма постараюсь как можно более адеквате да я буду сказать во первых то что бросается в глаза сразу это конечно на те люди я так понимаю из опеки которых мы видим начале фильма это конечно вообще это шедевр это 81 год значит деревня до казалось бы еще так сказать послевоенные годы а уже какие-то некие люди приходят в деревню и решают что детей там надо забрать куда-то не забрать казалось бы до мирное время решает где будут жить дети да то есть не военное положение казалось бы чиес не введено приходят какие-то люди которые вообще ну как бы знать не знают про эту семью я уверен по барабан глубоко на это все но честно у меня ассоциации сразу какие-то нехорошие по этому поводу появляются вот когда детей забирают от родственников от родных там бабушек дедушек вот я не могу сравнивать нарушать так сказать правила ютуба и приличия что я вижу в этом моменте ну напоминает очень сильно оккупацию прям конкретно такую оккупацию деревенского населения да не только наверно деревенского вот больше сказать не могу нас хорошо дает вот так как фильм на режиссировал женщины понимаю он создавался женщинами для женщин ради женщин то отец не верю отцу персонажа главного героя я не верю что отец может вести себя так ну как бы справедливый отец я мы видим персонажа отца как ну откровенно ведущего себя как баба то есть он только виноватит он там нет там он не пытается объяснить как в других фильмах что типа сынок такие-то дела вот так все сложилось там мать соврала или не царала но вот такие ситуации я не слышу от него как какого конструктива то есть отец просто виноватит прогибает манипулирует причем вот прям как такая стервозная тетка вот как бы является отец баба рабом или нет как-то я не заметил просто может быть не туда смотрел вот наверное вот сказал сказывается что сценарий писал женщина особенно этого персонажа потому что отец так себя вести вроде не мог дальше по поводу того чьи дети главного героя не главного героя я всегда думал про такие моменты типа откуда значит мать знала там с кем так сказать точно ли это его дочь или не точно просто по внешним данным что днк экспертизу собирали похоже не похож это один момент может не его дочь на самом деле просто придуманная история то она придумывает одно то она придумает другой до чего голову там влезет то она и делает просто задача манипулировать банально человеком выдумывать чего года он даже не проверяет ничего просто верит на слово главный герой второй момент который меня всегда интересовал вот это вот человек сам понимает да что он там куда он сувал когда он сувал и еще он делал есть постоянно дети оказываются какими-то внеплановыми случайными случайными неожиданностями человек еще не проверяет что и он занимался этим или не занимался и он не знает и не помнит доверяет кому-то там слухом каким-то совершенно вот такой никогда не понимал то в сотнях фильмах я это вижу что человек как будто он настолько отчаянный что не помню что делал совершенно вот в это я не могу это поверить что прямо вот такие люди на самом деле бывают вот и поэтому вопрос до чего и не дочь его не проверенные по поводу того что как он забирал детей здесь вопрос моральный на самом деле фильм очень такой трагично вызывает конечно эмоции когда его смотришь без анализа просто вот смотришь и как бы он конечно давит на жалость вызывает слезы и тому подобное но нас начинаешь разбирать по факту смотреть когда он забирал детей он как бы допустим да многие прозревшие непрозревшие допустим думал ли он о том что не сидеть попадут в интернат или останутся с ним принципе разницы какой де-факто не будет потому что мы все равно придется этих вестей детей в школу самого нырять шахматонных принципе как он будет видеть только вот он будет в роли кормящего просто кого знаете живого робота для детей кормильцы его еще называет кормилица то есть это не отец это не в том понимаю которые я представляю такой кормящие приходящие исполняющие обязанности повара до того кормить а потом ныряет шахт детей видит там ну редко там раз в неделю но все на нем то есть система просто в его лице ну типа ништяк нам не надо руки умевает и и нашли нашли кто будет исполнять обязанности то есть я просто вижу родителя принципе и тогда и сейчас как некого такого буферного персонажа задача которого создать впечатление у детей или у ребенка что общество их любит вот в этом я вижу задачу как бы такой показушного родительства на что они кому-то нужны создать иллюзию заботы как говорят значит и создать иллюзию заботы и говорят что вот нам постоянно слышу что дети из детдома они испеваются они не а социализируются то есть не ведут социальную жизнь всегда думал об этом может имеется ввиду что дети из детдома воспитанной интернете все-таки что-то знают то что не знают другие дети которым вот эту иллюзию папа и мама показывают знают что такое интересное из-за чего они спиваются и не хотят жить социуме вот и я понял что они знают ну то есть они просто раньше узнают что социум это неприятное такое место это не так красивая сказка кино которое смотрят дети называемые выращены в семье они узнают правду жизни и действительно спится может быть правильное решение все в этом понимаю почему не хотят жить почему я понимаю почему и хотят сбежать отсюда из этого социума вот зная о нем правду а дети которые растят с родителями мне кажется они в глубоких иллюзиях остаются то есть у них как бы и пытаются как бы вот этим родителям навязать показать что мир какой-то другой но ему также нужно будет ходить в школу там все это будет узнавать узнавать вот такой подлох я в этом вижу вот такие мысли пока пока запятую ставлю спасибо благодарю сейчас несколько меток сделал с конца по поводу эффекта детдома на самом деле но это гигантская отдельная тема я бы вот так пальцем неба сказал есть такой модный термин эпигенетика кого-то эхо выключу пока эпигенетика кто не знает посмотрите хотя пару каких-нибудь роликов просто введение в тему то есть одни и те же гены биологически абсолютно одинаковые особи скажем так причем особи не только животного мира на и растительного если они подвергаются разным внешним факторам то разные гены там активируются не активируются и по-разному активируются и результат получается абсолютно разные есть демонстрация там как можно внешними воздействиями привести например там растение из одинаковых совершенно выращенных зерен совершенно в разные особи превращаются и то же самое на животных там на лабораторных то есть тема гигантская я вот так пальцем небо сказал бы что делаю в эпигенетике на самом деле родители делает нечто чего просто не делает не активирует вот но детский дом никакие наемный персонал ну скажем так хороший родитель да когда родитель это лучше чем детский дом и поэтому дети могут быть даже принципе совершенно нормальные с точки зрения там то есть не страдать там никакими отклонениями ничем но вот в силу среды определенные которые активирует не то либо не активирует они просто получаются другими другими все вот это что касается так сейчас очередь тут пока буду записывать и это пишут так по поводу отца правдоподобно ли отец себя ведет ну я вообще-то видел подобное поведение так что могу сказать что вот как раз этого поколения примерно да я верю то есть от то что называется в матрице матриархальной мыслит не только женщин да но и мужчины они просто те кто так и не понял что это некий как бы ворота на забор вокруг него который можно в общем-то сломать принципе как вот волк в этом финале фильма жил-был пес когда он сквозь забор проходит ты заходи если что вот если человек этого не сделал для себя мысленно то вот он так и в этих в рамках мысли то есть он тоже себе не представляет ничего то есть я его позицию биологически понял так что он поскольку они жили рядом же с этими с семьей с этой то есть они этих детей наблюдали я так понимаю что сначала видимо не общались потом наверно по мере того как девочка начала взрослеть как бы они видели что она там похоже все больше и больше и больше ну или убеждали себя что она больше и больше похоже и постепенно поняли что все-таки это своя как бы и вот на закате жизни когда не запланированно мама вдруг исчезла стал вопрос типа что делать дальше и человек который убежден или скажем так у него есть причина верить что его тоже убедили возможно этого отца дедушку что он поверил что это реально его внучкой когда он ей поверил естественно его биологическая задача эту внучку беречь сохранить всячески да то есть вырастить там дать и дать ей возможность продолжить рот дальше и в этом смысле поскольку других детей у сына нету то эта девочка это единственная ставка что называется на которой можно поставить все если ты вот реально этим озабочен да там продолжением по моему там буквально говорит типа пока я живой моя внучка в детдоме жить не будет . все то есть остальные как прям как это портовая в м в этом в чужом все остальные задачи считать вторе второстепенными вот команды можно пожертвовать вот абсолютно один в один ровно так команды можно пожертвовать вернуть это живую форму все остальные задачи считать вторичными по поводу этой истории очень хороший вопрос вот может ли такое быть что мама зная уже что общем жить и осталось недолго и понимая что за этим последует что то есть что что им ну путем где во первых в детские дома всем во вторых всем в разные по по понятным причинам там так получается что просто они будут в разных местах жить скорее всего но еще вот которые полубрат и полусестра они еще может быть и будут жить где-то там хотя бы в одном учреждении но я не понял кто кого не имели ввиду там цыганенок что ли кто он там не понятно в общем что такое в общем он будет жить видимо в так называлось типа в общем специальном учреждении там задержки развития там отклонения развития всяких там не знаю речи или чего там еще очень короче туда бы ему была дорога и мама видя все это и хорошо понимая думает а чтобы мне такое здесь в этой ситуации разыграть можно чтобы этого не было чтобы они пожили в общем ну как нормальные люди они не на конвейере дедовском и подумала да и вот этот лох то который он ведь может и купиться вот и историю можно было просто до высосать из пальца в общем на самом деле то есть сначала убедить там поработать с дедушкой да там потом может быть совместно мама какая-то тоже роль в этом сыграла мама главного героями виду то есть может ли эта история быть полностью фейком от начала до конца причем сознательным фейком никогда она заблуждается и думать что может быть там вот это типа не ошибочное отцовство а реально подложное то есть когда она знает что это не так но решает что начал этот лох близко как бы можно на него повесить себя ну а чем не попытаться как бы повеситься хорошо не повеситься ну значит будет как и иначе было бы и без него то есть примерно один фиг плюс еще есть план б видеть дедушки с бабушкой до которые там они же в итоге все-таки какой-то там план находят да они сказали что звучит конечно чудовищно но там по-моему на звучит типа какая-то там тетка согласилась типа их на себя записать а жить они будут здесь полное безумие с точки зрения тетки этой конечно потому что вот что с дедом случится и что дальше следующее и будет все то же самое что у этого в никеле в его вот то есть опять им возможно путь все равно в детдом то есть все дороги как ни крути они все равно все многие из них скажем так зацикливаются на дедом так что я бы сказал что вероятность истории фейковые от начала до конца здесь да есть так наверное 50 50 в общем где-то примерно очень может быть вот ну и конечно сказочная часть абсолютно сказочная который мне с трудом верится даже вот при всех этих вот тут молочные реки кисельные берега троих детей отдали какому-то ну пардон хрену с горы в одиночке я даже сейчас боюсь просто не у меня нет такой литературы чтобы быстро посмотреть вообще можно ли было мужчине одиночке усыновлять детей из из скажем так без 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 призорных до которые остались без призора без надзора что-то у меня какие-то сомнения про законы ссср вот честно это акс лёта бы сомневаюсь я знаю что сейчас люди для этого проходят через суды и судится те кто такое делает они вынуждены в суд идти и в судах эти там это не то что раз сходил это люди ходят туда годами там чуть не десятилетиями потом то есть ты каждый там два года доказывает что ты не но что-то не верблюд и тут ему прям троих нате вам получите распишитесь и увез непонятно куда из проверки условий да там поехали на крайний север где нет ни родственников никого вот вообще никого человек неженатый то есть зашибись прямо вот так взяли отдали я вот в эту часть честно мне просто не верится я думаю что это вот но если тут есть что-то придуманное вот в истории абсолютно придуманное то это вот такая часть так то она дальше алекс 74 прошу слышно меня до слышно привет всем кратко скажу начну вот с чего наконец-то песню валенки все смогли послушать только маленький кусочек был я помню но все равно все равно хоть сразу напомнила думаю это неспроста она туда появилась после того нашего этого стрима так фильм я первый раз посмотрел в четверг до этого вообще не знал про этот фильм не слышал ничего сюжет тоже не знал смотрел фильм достаточно спокойно без таких-то эмоций там читаешь комментарии я весь фильм плакал я там еще что-то делал ну как-то вот спокойно смотрел и анализировал его скажем так ну по сюжету же по сюжету что сказать хочу насчет учите старшая дочь вот вопрос это его ли дочь или нет потому что из фильма я не понял был у них на свадьбу был у них загс или нет армии я понял вроде так что они как бы договорились что поженится но загса как такового не было поэтому это еще вопрос его это дочь или нет а в этом случае что это если не его дочь что это в рассвидетельстве о рождении у нее либо прочерк будет стоять либо непонятно что в паспорте у мужчины тоже нету никакого штампа понятно что если они в загс ходили то точно скорее всего автоматом бы на него было написано это же вопрос его дочь или нет вот это вот важный момент я не знаю может я не уловил но там это если бы это четко было бы четко было прописано могу могу в двух словах сказать как как я услышал я услышал что они не были женаты если бы они были женаты туда все все было бы записано никуда был бы не отвертеться тут пришлось бы что-то делать но судя по всему записано не было вот но тем не менее она была его невеста и видимо раз уж вообще дети есть значит ну что-то у них было так сказать да перед армией непосредственно не знаю что это за мод такая перед армией такими вещами заниматься видимо наверное такое практиковалось но было было но не факт что это его дочь проб это все равно там пропуск будет стоять в этом свидетельстве рождения так вот ну ладно это уже так мы отошли так и фактически мужчины решают что это его дочь только по внешним признакам когда он ее на свадьбе первый раз видит тоже взрослый человек там сколько 14 лет ей по моему да или 12 нет 4 14 лет ей по фильму вот и тут же нужно отметить роль его матери фактически его мать эту ситуацию создала когда усомнилась что это именно его дочка и в общем-то ему же написала об этом да другое дело что он там поверил не поверил но фактически замутил это всю эту историю его мать и потом я думаю что когда вот эта ситуация дальнейшая там с детьми из этой женщины случилось а то у этой матери видимо может быть чувство вины определенное возникло и поэтому они после трагической смерти этой женщины они этих детей к себе взяли и фактически на содержание у тех пенсионеров они находились чтобы искупить таким вот образом свою ситуацию а потом когда возникла ситуация с установлением потому что там и в школу надо ходить и в садик определять вот тогда они решили этого сына и вызвать чтобы он разрешил как-то ситуацию что-то помог сделать потом следующий значит момент про усыновлению и опекунство мне ситуация вот я уже сказал что непонятно этой водочери нет потому что фактически он никаких прав на эту девочку не имеет а тут еще два этих пацана появляются которые ну вообще никак не туда не сюда и тогда никакой генетической экспертизы не было только по внешним данным там по группе крови еще что-то как-то можно было определить это такой деревне кто бы этим не занимался вроде на самого человека все попадает и ответственность соответственно на него вся падает там и больше он ничего кроме внешних данных и там ничего предъявить ты не мог в общем то как он решил решил вот и все также ну нереально как-то мы увести детей в другой регион непонятно где он там как живет какой образ жизни ведет я вообще если честно думал я сюжета не знал как фильм произойдет что нам покажут комиссию по эту опекунству и покажут там трэш как их там разделяют где дом отправляют и все такое делаю и я думаю что если бы фильм снимали в перестроечное время или ну более-менее так сейчас скажем так то там бы нам это вот именно таким трэшом показали в конце концов всех детдом отправляют и этот мужчина и все эти родственники оказываются без ничего но тут сюжет по-другому пошел и эту сцену вообще с комиссии и вообще в фильме нет просто вот все он сквапки привез потом детей берет и увозит на севера на свои на холодные и тоже все нормально вот еще тоже такая ситуация вот если бы все таки эту комиссию показали и в современное время в современное время мужчина вообще бы никаких шансов не было бы трех детей взять вас такими странным про ну опекунство оформить знаете комиссии по опекунству как знакомые рассказывали что там творится какие там взятки требуют и его бы ни за какие деньги даже не получилось бы у него троих усыновить а вот если бы женщина это было бы то такая ситуация бы запросто была можно было оформить потому что я вот лично знаю женщину у которой это бизнес она так вот семерых детей из детского дома взяла фактически живет деревне и воспитывает их они подрастают им еще от государства идет достаточно ну неплохие деньги я не помню что-то в районе 25 или 30 тысяч идет как помощь материальная плюс еще там всевозможные соц органов подарки и вот она воспитывает этих детей они эту пенсию получают до 25 лет по моему вот такой вот у нее бизнес это пожалуйста оформляя опекунство воспитывая у нее муж может и есть формально но с ней он не живет а для мужчины это в принципе у нас нереально ни в каком виде получить вот так троих детей к тому же даже одного ребенка практически невозможно получить возможно в те процента времена это процедура оформления опекунства я уж не говорю там про усыновление там еще потому что сначала надо опекунство оформить было проще и времена были проще и не было этих загонов про педофилию там и прочие вещи сейчас все намного сложнее это все и тогда просто люди были добрее и в обществе были немного другие нравы и как бы считалось а может быть на эти органы опеки что негласно указание что стараться детей пристраивать куда-то к людям если есть такие желающие чтобы не государство не несло на них нагрузку виде их содержание в детдомах потому что детдомов не хватало и достаточно сложная ситуация была поэтому в принципе вот у него может быть и получилось вот такое усыновление хотя тоже мне эта ситуация достаточно странной кажется так теперь еще следующий момент вот отличие от случая когда мужчина женится на женщине разведенной с детьми тут принципиально другая ситуация потому что этот мужчина вот он когда взял на этих детей на себя он отвечает за них сам там нету влияния мамы если часто это влияние оказывается токсичным и дети в такой ситуации они во-первых так травмируются дополнительно во вторых они перенимают поведение матери и соответствующее по отношению к мужчине и начинают копировать и так же как мама относится к ребенку как мужчине с новому своему так же начинают и сами вести себя отсюда всякие скандалы и прочее прочее а мер воздействия на таких детей нету никаких потому что попробовать он что-то сказать тут же от матери в лучшем случае скандал получит вот и но такая такой случай когда вот этот мужчина фактически троих чужих детей воспитывает это тоже не есть хорошо потому что мамы ведь нет семье и фактически роль мамы будет выполнять старшая девочка и мальчиком она ну в какой-то степени конечно маму заменит но это все равно неполноценная мама и у детей в дальнейшем так у них проблемы с психикой есть ну и дальше тоже будут видимо какие-то но в принципе авторы фильма там в конце говорят что даже такая ситуация она лучше чем ситуация в детском доме там и детском доме все плохо и нехорошо а вот это вот все равно лучше лучше выход чем выход с детским домом следующего тоже момент это сожительницей этого мужчины который которая жила на севере и форму мужчина фактически когда с ней созванивается он ее обманывает он говорит по телефону что с одной дочерью приедет а не втроем а даже по факту они еще в четвером приедет еще собаку свою возьму это в принципе сливается сама когда узнает что он с ребенком приедет в принципе это к лучшему оказывается потому что избавляемся избавляемся от сцен всевозможных ультиматумов скандалов которые перед этими несчастными детьми бы развернулся в этом случае ну а сливается она тоже понятно почему потому что жизнь короткая женщина хочет от жизни по максимуму взять за короткое время ну не тормозит и просто берет сливается в принципе разумное с ее точки зрения поведение скажем так вот и в принципе мужчине повезло что они с этой женщиной не были просто сожительствовали они были в загсе оформлены потому что если бы он загсе был оформлен то тогда соответственно он бы прописал ее у себя если бы она решила уйти бросить его то выписать ее было практически невозможно а в те времена если мы помним это не регистрация прописка это было то же самое что практически собственное жилья и пришлось бы ему эту квартиру или делить как-то или еще что-то делать то есть эта ситуация что она была именно сожительница для него это в общем-то плюсом в данном случае оказалось к следующий момент это ситуация стресс постоянная ситуация стресс у этого мужчины фильм фактически начинается с этого когда он приезжает такой расслабленный с подарками довольны и отец тут на него вываливает и вот эта ситуация постоянного стресса на практически через весь фильм приходит и удивительно как он это все мог выдержать потому что даже если у человека психика очень сильная то постоянно там сколько в течение месяца в таком стрессе находиться этому я не знаю может быть это вот ситуация то что когда он попал там чуть не умер в завале на шахте может быть у него после этого устойчивость какая-то определенную вырастет но все равно в такой ситуации постоянно нельзя находиться какая-то разгрузка психики должна быть ну мы видим там разгрузку когда он своих друзей призывает у гостя там они сидят там пиво пил чуть-чуть как-то вот с помощью алкоголя фактически снимать психологическую разгрузку а когда он с детьми будет воспитывать их и так далее то там эту разгрузку сложнее сделать то есть он никуда не отлучиться не сможет ничего тоже это такой важный достаточно момент ну следующий момент это то что дети вот от предыдущей жизни с матерью они в принципе травмированы мы фильме это показано там ладно тот ребенок который цыганенок он видно что у него проблемы конкретные есть но и тот второй маленький мальчик у него тоже проблем он какой-то весь замкнутый не бегает ничего просто сидит молча и все девочка тоже по ней тоже видно она тоже какая-то такая замкнутая тоже там видимо понавиделся как ее мама там то с одним мужчиной было то там с другим то еще как-то моталась по общежитиям тоже в принципе ничего хорошего нету и тогда тогда же в принципе не психологов не было никого не было кто мог какую-то помощь и консультацию педагогов у педагоги только где-то в школе там но все равно не было ни развито это было теперь еще ситуация с квартирой квартиры в советское время это очень важная вещь была у мужчины маленькая однокомнатная квартира я тут вспомнил квартиру бузыкина из осеннего марафона тоже у него маленькая однокомнатная квартира была небольшая в то время квартиры давали с очень большим трудом и мужчина 12 лет на шахте отработал видимо сначала общежитие жил и так как работал очень хорошо ему дали квартиру то есть квартира то что у него была своя это говорит о том что он реально очень хорошим работником был просто так не давали квартиру однокомнатную квартиру дали по той простой причине что он холостой если бы у него там семья была дети он могли бы двухкомнатную квартиру дать а теперь ситуация когда он фактически опекуном является еще их усыновит то троих детей то шансов на расширение на получение больше квартиры у него намного больше чем у кого-то из других работников предприятия вот и ну я не думаю что он конечно специально там ради квартиры это пошел на это но вот это такой как плюс у него то есть то что там они в такой стесненной обстановке живут я думаю это не на очень долго произойдет еще следующий момент это армия вот эта тема армии она фильме звучит потому что фактически вся завязка истории произошла именно из-за армии и там же мы свадьбу видим молодого чек который на следующий день в армию ходит зачем это делать мне тоже непонятно жениться чтобы потом уйти там на два на три года потом уже прийти совершенно другим человеком советское время армия она была как бы обрядом что ли таким инициации мужчины то есть считалось что кто не служил в армии тот не мужчина и попадал человек в армию и после армии уже вроде приходил мужчина до этого он был ребенком то есть детстве еще находился те кто в армии не служил их как-то презирали какое такое отношение было и даже сейчас с людьми старшего поколения когда вот общаешься они когда задают вопрос там в армии служил там или нет то смотришь их реакцию то принципе ну я знаю как на это отвечать они потом удивляются но тем не менее с такими тоже сталкивался теперь следующий момент это сцена харассмента в органах опеки если феминистки этот фильм посмотрят то они будут как бы возмущены пропаганды и харассмента мы фактически видим в ясном виде сцену харассмента и после этого такой сцене разве сейчас такое опекунство возможно когда он целоваться полез женщине в органах опеки но тут все нормально видимо нравы такие были в то время может быть даже это вот его поведение даже каким-то плюсом вдруг внезапно сработало на этой процедуре вот комиссию по усыновлению ну в конце хочу сказать ну предложить на просмотр какой-нибудь следующий фильм который ну как с моей точки зрения антиподом является этого фильма это фильм звягинцева возвращение там тоже тема отцовства поднимается ну предлагаю проголосовать и потом как-нибудь на киноклубе обсудить все у меня спасибо так пишите его голосовалку и голосует а ну тем более тогда просто но народ сейчас услышит значит да поэтому я рекламирую зайдите проголосуйте там очень важная тема там тоже очень такой фильм тяжелый достаточно но интересно вот обсудить как раз я в обратном порядке тоже пометки себе делал мне кажется в чем в чем возможно например в чем возможно был смысл вот именно такого обращения с армии да типа что что называется там брачная ночь а на утро его забирают куда-то там возможно тут чисто биологические цели преследуются армия ведь это и честно ну нет я я разговаривал знаю некоторые рассказы людей которые были вот именно в это время примерно там в армиях то есть что такое армия в основном если не если за скобки вынести там афганистан да и по подобные вещи это инициация инициация в несколько вещей да то есть это инициация то есть правильно вообще-то и вам во многих аспектах правильно называть ее не инициация так называемый контурница инициации это инициация в такой около тюремную среду да такая то есть загрузчик был чтобы потом в тюрьме было в самый раз как дома вот во вторых инициация в злоупотребление всякими веществами там кто до чего мог дотянуться я вот там знаю рассказы когда ну понятно что там рядовые солдаты бегают там сначала стреляют деньги там или прохожих стреляют их посылают так этих духов да потом они значит бегают за водкой водку это относят там в часть то в части там все очень кто кто чем может он тем набухивается например медик который имел доступ к лекарствам там до соответствующего он какими-то там балов баловался один из рассказов которые знаю из реальной жизни у медика доступ к каким-то лекарственным препаратам он что-то там нюхает свое там типа но не хлороформ что-то такое поинтереснее вот ну короче люди приходят вот как дмб примерно показано то есть чем люди заняты вот так такая а это значит что если даже вы хотите чтобы от него кто-нибудь родился он должен родиться до того как он попал так что в этом есть смысл с одной стороны то есть он значит за начинает с некоторой вероятностью типа прямо ногти да у нас право первой ночи первая ночь дальше его убрали и он там ну его там делают ну кто-то считает что делать мужчиной кто-то считает что делать инвалидом а кто-то считает что это вообще-то одно и то же означает вот как как пелевин вам онера описал тут и если она от него начинает то рожает но более или менее здорово и много то есть молодой отец молодая мать все собственно для первого ребенка зашибись да то есть типа 20 лет уже там ребенок должен быть уже уже 2 там на подходе должен быть скоро уже все в этом смысле как бы государство в полном выигрыше чисто биологически успели как бы снять первенца с еще нет не до конца алкоголизированные вот этой вот среды с другой стороны если прямо ногти с не сработало да и то есть и право первой ночи не сработало то тут же другие шиваются вокруг всякие которые тоже как это ну там собачья свадьба вот есть туда какие-то художники ошиваются там которые тоже могут шанс получить вам же не только нужны там настоящие силачи там которые в армии там но будут образцовыми солдатами вам также нужны и там интеллектуалы всякие вот пожалуйста интеллектуалы бегают который со срочками там которые могут альтернативные то есть чисто такое перемешивание что-то вертится слова евгеника вообще на языке но поскольку речь идет очень как бы отбор такой лучших из худших кто такая какая-то контр евгеника или анти евгеника такой какой-то вариант такого принципе на на теперь вертится на языке слова отрицательный отбор и тоже как бы не очень здесь подходит но вы поняли о чем я примерно имею ввиду да то есть что этот тип и что в принципе задача перемешивания так же как в американских колледжах перемешивают там допустим берут спортсменов и набавляет им баллы за спортивные достижения и берут по ботаников у которых баллы за научные достижения и все они вместе там перемешиваются с девушками в том числе в этом собственно один из смыслов колледжей американских если так с точки зрения от биологической смотреть то есть это создание среды в которой генерируется будущее поколение нас прослойка определенное будущего поколения так что я думаю что армия на самом деле вот эту роль играла просто я сейчас не готов там четко сформулировать что именно они пытались сформировать но что-то определенно пытались по поводу что видела девочка там это между прочим девочки сама рассказывать что она видела она видела как мама жила с этим художником который оказался с алкоголиком там то ли сразу то ли во время жизни с мамой что тоже маму определенным образом характеризует да вот они там нажились навидались всякого разного и потом они от него ушли по-моему она примерно так рассказывает то есть девочка видела вот это почему не такой трагический вид почему она так говорит она так себя ведет почему не разговаривает этот вот шаганенок не знаю может может что что-то такое он увидал или пережил может его ударили там как-нибудь головой об угол дома не знаю что с ним случилось но что-то такое случилось вот так что вот это с ними было с ними с ними случился художник вот снова свою учить рекламирую снова тему джон фауз коллекционер там тема художника вот именно в таком ключе очень даже тоже раскрыто то что но мама на маме висит вернее будет на девочки висит роли мамы совершенно очевидно конечно причем есть такое подозрение странное что эта роль на ней висела еще и при жизни мамы возможно потому что мама видимо очень много времени проводила вне дома были там в делах в своих своих личных и девочка так в общем вполне себе для них мама они воспринимают это же так как-то не очень как старшую сестру да как там такое вот для них материнский естественно это не пройдет бесследно не для девочки будущей жизни не для этих двух мальчиков то есть тут какие-то сдвиги будут вот модели правильные то есть и они потом дадут дадут жить интересную жизнь сделают тем кто будет парами вот этих девочки и мальчиков к вопросу может ли женщина взять одна так там же это показано что она была одна она родила 2 почему этот 2 я понимаю тоже не записан ни на кого то есть она с ним тоже не была расписана почему потому что иначе не получилось бы установление и опека потому что пришлось бы этого художника найти вызвать требовать с него согласия на установление или на там ну там какой-то общем то есть он должен был бы быть задействован раз никто его не знает никто никого никуда не вызывает значит он не записан он там никто то есть и она будучи значит официально совершенно начнил был старший ребенок первый она рожает 2 и в роддоме и так понял по сюжету берет 3 и это само по себе мало ли ну пришла безумная мысль в голову ладно ну пришла я пришла как пришла так и ушла но самое интересное что ей это дают сделать то есть она видимо из роддом выходит с двумя этими младенцами каким-то образом не спрашивайте как это делалось я не знаю как все может быть в это верю с трудом конечно верю потому что это укладывается логику в общем стороны в которой мы живем и наконец вот это уже так постепенно начинаю говорить о теме а что же можно было сделать иначе да как можно было себя более грамотно повести во первых восемьдесят первый год все-таки мне кажется какие-то анализы уже существовали конечно не такие надежные как сейчас но какая-то я думаю подобие экспертизы который можно было через суд потребовать я думаю вполне есть то есть что-то было но даже если экспертизы там нету или в ней откажут например скажут идите к черты матери есть хотя бы таблица по которой можно исключить по группам крови до к ты точно можешь она правда не гарантированно да то есть там есть как это называется ложно позитивные варианты но по группам крови если известно группа крови значит папа и мама и ребенка да можно исключить существенную часть полностью гарантирован чужих вариантов именно по таблице групп крови это ровно то упражнение которые традиционно делали в европе там на биологии задавали дома детям типа проверить значит составить убедиться что составить таблицу там что кругу нас про право правило наследования групп крови сохраняется и забили с этим занятием заданием и убрали его тогда когда дети начали вдруг показывать довольно высокий процент что у них не совпадало типа что не могли они быть детьми этого папы и этой мамы что-то какой-то большой процент там типа под процентов 20 читал эту историю когда это очень поднялось на уровень скандала типа что слишком много всего этого всплывает то эту тему свернули и больше на биологии таких заданий не задают в европе по крайней мере у нас не знаю никогда не слышал но таблицы существует ее можно найти в интернете это несложно таблицы групп крови то есть какие дети могут быть идите детей не может быть достаточно знать группу крови хотя бы и уже можно было исключить существенную часть ложных вариантов можно было сделать так у нас дмитрий по моему долго ждет дмитрий да вот что хотел сказать я мне кажется вообще не очень продуктивно обсуждать могла ли быть такая история не могла вот вся эта ситуация то что женщину усыновляет каких-то чужих детей в роддоме потом она умирает они переходят к другому мужчину и мужчине который тоже свою очередь усыновляет но может быть это такое бывает но это редкая экзотика то есть тут кто-то говорил что якобы создатели фильма знают такую историю это основано на реальных событиях ну может быть они может быть такое было может они этого думают но это редкая вещь а реально не редкая вещь а вещь которая часто бывает это то что мужчина женщин мужчина женится на женщине у которой есть свои дети от каких-то разных мужчин и вот это действительно существующая проблема и и но мне кажется если бы в то время снять вот такой фильм то может быть мужчины бы там стали бы во время этого фильма выходить из зала возможно что этот фильм бы там обсудили с той точки зрения что он поощряет аморальное поведение в женщинах и мне кажется что стояла такая задача немного раздвинуть окно овертона то есть показать такую картинку где мужчина воспитывает каких-то не своих детей непонятного происхождения и вот показать эту картинку это такая такой первый шаг в то чтобы раздвинуть это окно овертона и вполне возможно какой-то мужчина посмотрел этот фильм встретил какую-то женщину с многочисленными детьми и когда он стал об этом думать он подумал ну а что это вот как в том фильме который я недавно смотрел вот главный герой этого фильма такой хороший мужчина харизматичный такой добрый а я буду как он то есть мне кажется вот какая задача этого фильма а рассматривать вот эту историю как подлинную ну это какая-то экзотическая история никто не будет снимать фильм о каких-то экзотических вещах люди хотят смотреть фильм о каких-то реальных проблемах не снимают фильм о реальных проблемах что я еще вот хотел сказать вы сергей сказали что не видели разбора этого фильма какого-то там психолога адвоката вот это очень интересная такая фраза если вот посмотреть историю то никакой психологии никогда не было вот даже если там брать начало двадцатого века там скажем вот фрейд все эти фрейдисты его последователя они сами считали себя философами если смотреть чем они занимались но они там анализировали какие-то древнегреческие мифы но это чистая философия и вообще когда психология только возникла это считалось каким-то разделом философии то есть древности никакой психологии не было если возникает какое-то явление которого никогда не было но вот только появилась то есть большая вероятность что это что-то выдуманное нас обманывают а вот что было вместо психологии вместо психологии была с древности очень хорошо развита юриспруденция то есть а в чем смысл юриспруденции смысл юриспруденции написать законы и по этим законам судить кто виноват кто не виноват то есть речь идет о чувстве вины и я бы вот так сформулировал что психология это женская юриспруденция то есть все таки это психология ее корневая тема это все-таки чувство вины поэтому там есть люди с какими-то органическими повреждениями мозга но в основном как бы речь идет о невротиках что такое невротик невротик это человек которому внушили какое-то чувство вины он ходит чувствовать себя виноватым то есть вот бузыкин это невротик вот главного героя фильма мужики тоже можно назвать невротиком потому что в нем есть вот это чувство вины которым пользуется и вот почему юриспруденцию это мужская вещь психология считаю это женская вещь мужчины они хотят создать какие-то ясные законы по которым можно было бы жить всегда было понятно прав ты виноват если виноват то в чем как это искупить то есть вот были ясные законы что ребенок прижит в браке все это твой ребенок прижит вне брака это не твой ребенок ты к нему не имеешь никакого отношения как только эти ясные законы размываются возникает вот это какая-то серая зона где какой-то ребенок прижит не враг и вне брака но вроде ты в этом виноват а вроде не виноват либо если тебе внушат то ты виноват не внушат что ты виноват ты не виноват и возникает вот это такая серая зона где женщина очень хорошо себя чувствуют и отлично вот всем этим оперируют вот еще я что хотел сказать сергей вы упоминали свой каст жрица темной материи я вот когда вчера обдумывал вот сегодняшний киноклуб я вспоминал этот каст мне вообще кажется что было бы как-то классно вообще раскрыть эту тему более глубоко потому что хотелось бы такого более четкого анализа из чего состоит эта темная материя то есть понятно что такая одна из важных вещей это подложное отцовство я бы вот сказал что какая есть вторая а еще какой-то один из источников такой этой темной материи я бы сказал что источник этой темной материи составит в том что женщина она занимается воспитанием ребенка в самом раннем возрасте когда мозг наиболее ف adviser институтン как бы классично подвержен какому то влиянию и женщина как мне кажется она когда воспитывает своего ребенка мальчика она как то выбирает будет ли она воспитывать в нем какую-то вот базовую виновность либо она не будет воспитывать в нем эту базовую виновность если она его воспитает с этой виновностью то эти мужчины потом будут пользоваться все кому не лень если на него будут вешать каких-то чужих детей, обвинять. И по моим наблюдениям, если женщина начинает общаться с каким-то мужчиной, ну, скажем, как с романтическим партнером, она замечательно видит, какие у этого мужчины были отношения с матерью, и воспитала ли это мать в нем вот эту базовую виновность. И если есть в мужчине вот эта базовая виновность, как только он начнет самостоятельную жизнь, он тут же попадет. То есть вот что мы видим как бы в главном герое этого фильма? Только он там закончил школу, попал в армию, все, ему тут же навязали чужих детей. И ну вот он поехал работать шахтером, конечно, тяжелая работа. Я вот не знаю, как это в советские времена оценивалось, была ли вот эта работа шахтером в каком-то там заполярном городе, хорошим таким социальным положением, либо он, возможно, так стал себя наказывать. То есть он не смог понять, виноват он в том, что произошло, не виноват. Но какое-то, наверное, смутное ощущение виновности у него было, и поэтому он стал себя наказывать, бежал от своих родителей, потому что, может, испытывал какой-то там стыд перед ними. Устроился на тяжелую работу, в тяжелой такой климатической зоне. И я вот говорил про это ложное прозрение. Вот мне кажется, если бы у него произошло действительно настоящее прозрение, он бы стал думать, он бы вернулся в тот момент, в который что-то пошло в его жизни не так. И он бы понял, что в его жизни что-то пошло не так, потому что он спутался, собственно, со злой женщиной. И все с ним было хорошо. У него просто не хватило какой-то вот этой психологической устойчивости, брони, что ему нельзя было бы навязать чувство вины. Какой-то более устойчивый мужчина, он бы подумал бы, ну вот какая-то женщина легкого поведения там от кого-то залетела. Это меня вообще не касается, это ее проблемы. Все, он бы на следующий день это забыл. А тут мужчина попал в какой-то негативный сценарий, его жизнь пошла по какому-то неправильному пути, он, как я вот улавливаю, он стал жить не своей жизнью, как-то он, может быть, себя стал наказывать, недостаточно в чем-то реализовался. И вот реально было бы прозрение в том, если бы он бы вернулся в этот момент, а возможно, в еще более ранний момент своей жизни в детство, понял бы, что он ни в чем не виноват и изменил бы как-то свою жизнь. А вот у него прошло это лже-прозрение, что на него надавили еще больше его завинователя. И дальше, конечно, ничего хорошего уже не ждет ни его, ни других детей, ни его вот этих приемных детей. Вот я бы еще хотел бы продолжить, но я думаю, это отдельным сообщением скажу так, чтобы пока закончил. Хорошо. Ну, фраза про жить не своей жизнью, это, наверное, квинтэссенция не только этого фильма, наверное, вообще львиные доли всего советского кинематографа, да и не только советского, собственно. Они же мужчину растят, выращивают его как инструмент, как ютилити. да, я даже вот тут график приводил там про эти, про как зависит рождаемость от элементов. Там, собственно, единица, в которой меряют мужчину, они меряют ее в ютилити, полезность дословно. То есть тем же словом, которым называют инструмент. Ютилити, это там, от этого слова утилита в компьютере, ну, на компьютерной тематике. Так что это, собственно, квинта. То есть, да, его должны были вырастить, чтобы он сам магистральных никаких целей сам себе не ставил. То есть он только оперирует, вот, ну, локальными целями. То есть он, как это называется, на тактическом, да, и оперативном. А стратегически ему задают снаружи все. То есть командует им извне. Совершенно нормально. И укладывается в армейскую, в общем, философию, скажем так. По поводу работы на сервере. У меня у отца был друг, и он там, я так смутно помню, в общем, пару раз приезжал гостить. Он работал в Иркуте. Я за... Ну, он много чего рассказывал там, как они там работали. Кто он был? Он, по-моему, был не в шахте, он был экскаваторщик, что ли. Короче говоря, люди там делали две вещи. Они там, во-первых, зарабатывали очень большие деньги в сравнении, например, с тем, что люди в Москве получали там рабочие. То есть люди получали денег, ну, раз в пять или больше даже, чем раз в пять. То есть для них там иметь по паре мотоциклов там и машина там, еще одна какая-нибудь на разбор там, типа, которой подростки и дети ковыряются в гараже. Это нормально, обычное дело было. Но при этом они оставляли очень много здоровья на этом производстве. То есть они жили мало, но ярко. То есть они могли себе... У них какой-то очень длинный отпуск был, что-то я забыл, что-то три месяца, что-то такое. Такой гигантский отпуск. И они вот эти отпуска ездили там по югам, то есть все, ну, за границу как бы невозможно было выехать так просто вот. А по югам, то есть человек три месяца там на закупке в Москву смотаться, там самолетом слетать, что-то закупить, приехать обратно. Это они могли себе позволить. Это был не какой-то там директор магазина, это был экскаваторщик. Вот. По-моему. Так что прожил недолго. Вот. Умирают, они там болеют всякими болезнями, связанными с этим производством. Тогда было, сейчас не знаю. Вот это... Я последний раз помню, когда это было... Я его видел в году, наверное, был этот 90... 90-м, наверное, где-то такое было, вот примерно. Вот. Прожил недолго после этого. Вот. Умер с довольно молодым. Но, в общем, с деньгами все было хорошо. Я к тому, что чем герой мог заниматься на севере? Ну, во-первых, он сбежал, действительно. Он же... Я так по сюжету понял, что он из армии не вернулся домой. То есть он... Он такой сделал крюк сразу из армии. И, чтобы домой не возвращаться и не видеть все это, и вот... Не сталкиваться. Между прочим, это стратегическая ошибка. То есть человек психологически развитый должен был бы обязательно встретиться глаза в глаза, да, там, и оценить ситуацию лично. Он все принял на... Отдал, что называется, на аутсорсинг. Вот. Это была одна из первых вещ... Ну, вернее, не первая вещь, но, в общем, одна из ключевых вещей, которые он отдал. То есть это решение важное и чувство переживания своей собственной, которое он передал в чужие руки. Типа, вы там за меня переживите, а я тут, типа, сбежал. Ну, и, во-вторых, пошел деньги зарабатывать, собственно, да. Ну, что? Он же, так понимаю, вел свободную жизнь достаточно. Вот, там, в магазине показывают с женщинами, он общается легко, хорошо, так что, у него там, видимо, достаточно бурно было. Раз он связался с дамой, такая, там только фотографию от нее показывают, но по фотографии, она прям, по типажу, похожа вот на Любовь и Голуби, героини, Гурченко, прям, что-то в нихуяно вообще есть такое в типаже. Про психологию, мне, ну, это мое личное мнение, мне кажется, психология абсолютно мужское изобретение и мужская сфера, но эта сфера, ее, скажем так, угнали, как вот угоняют, там, не знаю, коней или машины ночью, там, и так далее, вот ее так же примерно угнали у мужчин. Мое мнение, что ее буквально нужно отвоевывать назад, вот, что это вообще, как бы, мне кажется, никто кроме мужчины родить такую тему вообще не мог, вот, ну, вытеснили, то есть, отобрали и присвоили. Темная материя, гигантская тема, наверное, заслуживает, может быть, какого-нибудь вообще отдельного стрима, не привязанного к конкретному фильму. Мне сейчас на вскидку пришло два западных фильма, где похожие вещи, вот, касаемо чужих детей, то все. Наверняка смотрели фильм, фильм Доктор Голливуд, да, как там, целый, целый мини-мини-городок, такая тоже, типа, сельская местность, но в американском колорите, там этот играет Марти Макфлайт, из-за твоих назад будущего доктора играет. Забыл, как его, ну, не суть. Короче, как ему весь город втюривает там местную РСП, и втюривает в итоге успешно, то есть, его прокручивают через эту всю мясорубку, через психологическую, и получается то, что получается. И что-то похоже еще, а, очень похожий сюжет, может, смотрели такой фильм, тоже есть, Лох Несс, как там ученый приехал там снимать, искать Лох Несс и доказывать, что его там нет, встретил там тоже владелицу местного гостиницы, что ли, тоже, тоже с дочкой, ну, короче, все это уже, в общем, тема известная. Вот, здесь просто колорит какой, здесь мне показалось прям идеально, вот, я у Уоррена Фаррелла впервые прочитал его знаменитый «Первый закон кинематографа». Его Уоррен Фаррелл открыл. Если вы видите в кадре, в кино, мужчину с ребенком, и видно, что он, ну, один, то есть, он единственный, то есть, мужчина, как бы, ребенком занимается, он им, как бы, владеет, руководит, это означает, что мама по сюжету мертва. Это практически аксиома. Есть буквально по пальцам фильмов посчитать, где эта формула не выполняется. И Советский Союз, как видно, вот по этой тематике, например, был абсолютно ровно в этой ветке. То есть, если мы видим мужчину с ребенком, что это означает? Значит, мама мертва. Никаких других способов, чтобы это было, ну, реалистично возможно, просто нету. Вот. Так что тут вот к женщинам можно применить знаменитый лозунг, да, «From my cold dead hands». Вот только так, больше никак. Сергей Стейн у нас следующий. Прошу. Вечер добрый. Слышишь меня, да? Да, слышно. Да, я каратенечко. Я вспоминаю, когда я первый раз смотрел этот фильм «Сатома», мои родители еще не были разведены, это было, наверное, в конце 80-х, начале 90-х. Этот чудесный фильм «Стадку» мой отец очень любил. И, значит, в тот момент, когда сыганенка ставили на стол, и он кричал «Мужики!» У моего отца наворачивалась скупая слеза, и он так прям вот прям понимал, что это обращение к нему, и он тоже мужик. А реакция моей мамы была совершенно другой, да, она всегда так ухмылялась, и это было так надменно пренебрежительно. И я тогда не понимал, как этот фильм, может, не нравится. Через какое-то время я жил у своей тетки, она была года, наверное, 30-го рождения, с внешностью очень яркой для тех лет, и всю жизнь проработала в Министерстве обороны машинисткой, но никогда не была ни замужем, ни имела детей, жила только для себя. И, значит, я жил у этой тетки на Арбате, потому что рядом было место, где я учился. и тоже, как раз мы смотрели с ней фильмы, этот ей уже тогда было за 60, и посмотрев где-то половину фильма, и в тот момент, когда было понятно, что вот этот супергерой, вот этот вдруг образовавшийся отец заберет детей, она встала, ушла, она стала, придурок. Это была реакция женщин. Вот мы здесь в мужском круге обсуждаем этот фильм, ищем в нем какие-то там глубокие смыслы, какую-то психологическую подоплеку. А самое интересное в том, что женщины, они же более приземленные, более практичные, они же крепче стоят на земле и умеют пользоваться и мужчинами в том числе, да? И, казалось бы, женщина-режиссер хотела рассказать нам про героя, рыцаря, который, вот под лозунгом мужик должен, да? И вот он это сделал, да? И, казалось бы, женщины должны приветствовать этот фильм, да? Но вот мой опыт вот с близкими людьми женского пола, которые видели этот фильм, говорит о том, что они этот фильм не то, что не приветствовали, они его вообще не принимали. И не принимали его на каком-то внутреннем сентябре, потому что ни моя мать, ни эта тетка, они не были и близки никакими ни психологами, ни кем. Они были достаточно хорошо разбирающимися в жизни женщин. И они понимали всю, в общем, как мне теперь кажется. Я тогда не мог их понять. Но теперь вот, как бы, слушай, вот эти рассуждения, посмотрев тут на днях, фильм, да? Я, например, совершенно четко понимаю, что если смотреть на фильм с точки зрения женщины, да, то это действительно полнейшая чушь, в котором совершенно выдуманный, несуществующий персонаж, да, вдруг под лозунгом должен он это выполнять и он герой. А все остальные персонажи, ну, мы берем мать, которая опорочила девушку, да, как мать рассказывает про то, как парень ушел в армию. Ты ушел в армию, она стала ходить по танцам, то с одним, то с другим, а потом, я вижу, она отяжелела. Да? То есть, все, нам все понятно, да? Далее, из фильма следует, что эта же мать рассказывает эту историю, во-первых, мы не знаем, ходила по танцам девушка или не ходила, если ходила, а в деревне это знают все, то наверняка действительно ходила. Далее, мать пишет об этом сыну, опять-таки, не будучи уверенным, но быстрее всего так все-таки ходила. Потом мы, опять-таки, что мы можем наблюдать дальше про эту погибшую, женщину, да, вот мать этих детей, о том, что она живет каким-то деградантом алкогольком, которого она якобы, как нам хочет сказать режиссер, берет из жалости, да? Но, опять-таки, все эти из жалости, это ни о чем. Но до кучи, чтобы нам подтвердить ее жалость, нам показывают этого цыганенка, которого она тоже берет из жалости. И таких вещей в фильме масса. То есть, женщина-режиссер пыталась нам оправдать женщину и показать, что мужчина должен, да, вот настоящий герой-рыцарь поступает именно так. Но у женщин это вызывало, наоборот, вторжение. Они понимали всю живость этого фильма. И вот сейчас, я, например, посмотрев этот фильм на днях, да, я, кстати, тоже залез посмотреть, есть ли какие-то обзоры психологов там или еще кого-то? Их нет. А потому что там нечего обозревать. Потому что в этом фильме, на самом деле, есть абсолютно, ну, абсолютно неправдоподобная история, в которой, помимо юридических и психологических моментов, куча всякого вранья. Есть куча слезовыжимательных моментов, типа, уводят корову, потому что им в детдоме нужны будут деньги. Какие деньги в детдоме? Ну, мы все рыдаем, вот уводят кормилицу, да? Или вот эта собака, кладущая ногу на, голову на ногу, проводница, и проводница тут же расчувствовалась, и пускать их в купе и вечером они пьют чайно, слушают его разговоры, хорошие это мужики. И вот, вот это вот, вот это вся чушь, да? Я буду заканчивать, потому что, в принципе, мне про этот фильм сказать особо нечего, потому что героя нету, есть фантом, есть куча всяких разных персонажей, в которые пытаются вложить в какие-то смысле ту же девочку, да? Которая якобы, как, вообще девочку, как мне кажется, в этом фильме, преподносит как мать и как жену, да? Последний кадр, когда он садится на автобус с друзьями и уходит на работу, его эта девочка провожает, да? В классической сцены, да, он уходит на войну, ему машут рукой, только тут ему машет не жена, да, а машет дочь, ну так, как дочь уже взрослая, причем эта дочь всю дорогу нянчится с двумя мальчиками, как мать, да? То есть нам как бы так переносят слегка образ матери на образ дочери, да? Вот, то есть, ну, не знаю, может быть, несколько сумбурно, но, в общем, фильм того и заслуживает, да? Он весь сумбурный, он весь абсолютно не несет никаких смехов, ничего. Сама идея женщины-режиссера была в том, чтобы показать, что нам мужик должен, и в конце фильма нам мужик, спасающий детей и от злых собак ставят на стол саганенкой, ему кричат мужики, да? Вот как бы гимн-мужикам, да? Но на самом деле этой идеи в фильме нету. Нету абсолютно. И реакция женщин в моей жизни, вот этих взрослых женщин, моей матери и моей тетки, которая была очень древнего года рождения, она, именно эта реакция вот этих проживших, понимающих, совершенно четко знающих действительно изнанку жизни, реакция этих женщин подтверждает то, что фильм этот полнейший чушь и фантом. И, наверное, все, спасибо. Спасибо, да. Пару пометок себе сделал. Во-первых, ну, это так, просто мелочь, но просто почему некоторый шанс, почему цыганенок вдруг мог заговорить, значит, после этого инцидента с собаками. А это значит, видим, как он замолчал, то есть у него, если я что-нибудь понимаю в этой теме, то, значит, шок, который у него был вызван, каким-то отдаленным образом был похож на тот шок, который на него вначале подействовал, который ему затормозил, собственно, речевое развитие. То есть что-то он такое пережил. Может быть, это не было с собаками связано, потому что как-то слишком легко с этой собакой общается. Наверное, это не были собаки, что-то было другое. Но каким-то образом это было родственное. И шанс, почему он заговорил, потому что ситуация что-то воспроизвела из той ситуации. И как бы из-за этого шока, то есть то ли его напугали, например, сильно, может быть. И, в общем, у него из-за этого такой растормоз произошел. Это, кстати, не значит, что он полностью излечился, но, в общем, что-то такое сдвинули ему с мертвой точки зрения. Я подумал просто, ну и так, пофантазировать. Не буду за Бейкера фантазировать, но могу пофантазировать, в чем был смысл мышления логики матери, если так вот от Бейкера отталкиваться. Очень-очень, в принципе, вполне слаженная, на самом деле слаженная картина, биологически слаженная. То есть, мать, значит, знает, что сын общался с девушкой. Девушка, то есть, вероятно, у них может появиться, значит, их продолжение. Мать видит, что в отсутствии сына девушка начинает, в общем, ну, как называется, беспорядочные отношения, в рамках того, насколько это называлось тогда. То есть, с одним лишним это уже беспорядочные. А это означает, что есть сомнения, значит, да, уже, то есть, сомнения с точки зрения отцовства. То есть, он наш, не наш, он, не он. То есть, вкладываться сын должен туда или не должен. Логично сделать так, чтобы сын не вкладывался в это, в сомнительного, да, а поскольку он еще молодой, это же еще только самая армия была, да, там, значит, он мог бы начать, что называется, заново, с кем-то другим, и там было бы больше уверенности от, ну, в отцовстве. То есть, это было бы с большей вероятностью ее ребенок. Это была ее ставка. И она сделала все, чтобы эта ставка состоялась. То есть, она сделала так, что он не вернулся, да, что он, кстати, сюжет чем-то напоминает вот сказка о царе Салтане. А между прочим сказке о царе Салтане, вот эта сцена с письмом, с перехватом письма, там, подделкой, ровно в таком виде практически письмо это присутствует в сказке вот про девушку с отрубленными руками. Как это, сказка-то называется эта-то? Про которую Роберт А. Джонсон тоже говорил. Девушка. В общем, Handless Maiden. Безрукая девушка. Сказка о безрукой девушке. Там ровно эта тема есть. Там тоже есть письмо, которое посылается, там, значит, о том, кто родился, и его перехватывают. Там Дьявол, что ли, в оригинале, по-моему, у братьев Грим. Дьявол, по-моему, перехватывает, что-то там меняет, и, короче, тоже их там в бочку запечатывают, выкидывают там в итоге. Что она, по сути, делает? Она, по сути, подталкивает сына к тому, чтобы он где-то в другом месте нашел другую молодую и, и как бы сделал так, чтобы в этом, в новом потомстве у нее было больше уверенности. Но сын, в силу, так сказать, травмы вот этой, которую она ему сделала, там, ну, она сейчас, в смысле, все вместе они там сделали, в общем, ну, и в силу некоторых своих личных качеств тоже, сын этого не делает, то есть он не начал, он мог бы начать, да, там, еще тогда сразу в этой, приехать в эту свою, там, в Никель, там, или в Воркуту, и там, значит, начать новую семейную ячейку. Он этого не сделал. Причем даже отцу объясняет, почему, что вот у меня, говорит, вот все это здесь сидит, да, я всю эту, типа, сущность знаю, между прочим, риторика похожа, да, на АБФ, такой классический АБФ, я их всех знаю, вот тут, то есть у человека, на самом деле, ну, не проработанная, вот эта, да, эта травма, цикл Киблер-Росс, не пройденный. И он ничего не делает. И в итоге время прошло, у него уже возраст уго-го, и, в общем, шансов на какой-то там новые, на новые его, значит, детей, он все меньше и меньше и меньше, а тут вдруг мать одновременно видит, собственными глазами видит, что девчонка, которая растет, действительно, вероятно, все-таки его. Ну, то есть, наверное, достаточно вероятно. И решает, как бы, сместить ставку, поменять ставку, поскольку рулетка все еще крутится, да, то ставку еще можно сменить. Она, хоп, и перемещает ее на эту девчонку. Хоть она теперь с нагрузкой, и, в общем, вероятность все-таки не 100%, ну, так, типа, склонны думать, что скорее да, чем нет. Вот, но еще она идет в комплекте, это называлось в Советском Союзе, такое понятие было, набор продуктовый. Вот это набор. Вот в наборе еще идут, значит, ребенок-алкоголика, и ребенок неизвестно кого. Только так. И уже типа сюда ставку делать. То есть, с точки зрения биологии, в этом есть смысл определенный. То, что эта стратегия сыграла, хреново, хреново достаточно сыграло. Да, хреново. Но в этом смысле девочка, если это правда его дочь, это довольно безопасная ставка, потому что девочки по Бейкеру отличаются тем, что намного больше процент девочек имеет хотя бы одного ребенка, чем процент мужчин. То есть, с точки зрения передачи генов, там, и продолжения рода, это более безопасная ставка девочка. Эта ставка делается, когда меньше ресурсов, когда меньше уверенность в завтрашнем дне. То есть, девочка в этом смысле, это более надежное вложение. То есть, хотя бы одного, но она произведет там. А мальчик, он, у него может быть как полный ноль, так и сильно больше, чем одного. Вот. Так что, такой стратегии в двух словах. Так, Макс Сэм у нас дальше был. Прошу. Да, спасибо, Сергей. Тоже сделал некоторые пометки. Значит, во-первых, потому что я говорил ранее по поводу того, что как-то опека нагрянула в деревню, и вот, как это выглядит. Ну, может быть, да, в 81-м году еще это возможно было такое, что прям, они на чеку прям караулят, вот только-только родители ушел, и они уже прям приезжают. Если бы это происходило, может быть, где-то ближе к 90-м, я думаю, вообще никто бы туда не приехал бы, в принципе, уже. Наверное, да, какое-то количество времени об этом уже забыли. Вот. Это, как бы, могло бы как-то изменить ситуацию. Вот. То есть, момент меня затянул. А правда ли опека приехала так быстро в деревню? Второе, значит, два слова скажу. По-моему, они сами ее вызвали. Это была не опека, они вызвали специалистов с тем, чтобы на себя оформить опекунство. То есть, так, но, честно говоря, в Советском Союзе я верю, скорее всего, что там бы знали, что, типа, у них единственное, то есть, у нее есть дети, есть, у кого кто второй родитель в свидетельствах о рождении, а никого нет. Это означает, все, дети без, то есть, можно искать ближайших родственников, а дальше, если родственников нет, то где-то дом. Ну, тогда, в принципе, тоже это все объясняет, что если они сами ее вызвали, то понятно. если бы не вызывали, возможно, и не приехало бы, особенно, если ближе к 90-м все дело шло. Дальше, значит, я заметил, что, в принципе, всем эти ситуации, всем фильме рулит мать, на самом деле, она такая остается в тени немного, но этот момент, когда она ему говорит что-то о невесте, это уже она запускает вот это все карусель, канитель его дальнейших действий. То есть, почему мать ему вообще говорила что-то там по поводу, там, изменяет жена или не изменяет? Наверное, с целью того, что она смотрела как бы наперед уже, так сказать, стратегически планировали, но вернется он с этим из армии в это опять село, будет там хвосты крутить корову, то есть, ну, станет никем, и нужен ей такой этот самый нищий, как они там в деревне этот самый пастух, скорее всего. Нет, она как бы стратегическую тему делает, что отправляет его на север, скорее всего, вот это вот север, там тоже с ней обсуждался, куда он поедет, и прям стратегически на 15, насколько, 12 лет, она его туда заряжает. Вот, он, естественно, едет, зарабатывает там денег, то есть, теперь он уже как бы с деньгами, то есть, он уже имеет смысл. Если бы он остался в этом хуторе, ну, его бы, соответственно, эта женщина, так сказать, он бы вкладывался в нее, не в мать, ну, и, соответственно, стал бы и никем, потом еще бы его и это самое, после разводов, понимаете, чтоб с ним покрутил. Вот. Вот, значит, фильм называется «Мужики». «Мужики» переводится дословно как «рабы». Вот. То есть, нужно понимать, что нам показывают именно, вот оно самое, то есть, нам показывают жизнь раба, такого настоящего раба, как ее время показывают, как режиссер показывает. Не просто раба, рабов, я бы сказал. Это действительно так оно и есть. Вот это вот свадьба до армии, когда там три года идешь. То есть, это разве это о человеке, что ли, да, о свободном? Там, у тебя свадьба, хозяин жизни, да, там, три года в армии, никелевые рудники в шахте, теперь еще и там дети. То есть, человек, главный герой, как нам пытается его показать, это такой раб до мозга костей. У него отсутствует критическое мышление, у него отсутствует там, совершенно проверка каких-то слов, но много альтруизма, сочувствия и вот такого вот желания помогать. Да, это как бы главные качества, которые требовались вот такого раба, но история как бы не об этом. Здесь, понимаете, мы как бы, да, сочувствуем, постоянно мы испытываем вот такие вот эмоции, когда смотрим этот фильм, как бы вроде бы человек сделал все правильно, помог, но дело-то в том, что это был не его выбор. Он помог не потому, что он хотел, главный герой, а потому, что им просто грамотно управляли, вызвали в нем это чувство вины, вызвали в нем определенные эти эмоции, а не потому, что он хотел сам. Чувство долга, вот это чувство, так, будь мужиком, то есть на которое его всегда покупали, и снова он на это, соответственно, купился. То есть это был не его выбор, не его желание. Желание нам даже показывают, сцены в фильме, где видно, что он не хочет, это ничего, брать никаких детей, не хочет на никого забирать. И вообще он к этому не готов совершенно. Но вот это давление, чувство вины, оно, собственно, побуждает его это делать. Она пытается это выдать как-то в мужской поступок. Что это какой-то осознанный выбор, личный там, человека. Нет, ничего подобного в этом нет. Соответственно, так, и такая модель, соответственно, жизни поколений показана. Что еще интересно, показано, правильно там ребята говорили, что фильм напичкан такими, не таким чисто кинепатотрофическими мета, мета это самыми, петафорами, гиперболами, то есть такое усиление каждого момента, прям дальнейшее, раздувание персонажа, раздувание какого-то события, и что-то такого невероятного. художественность, короче, фильм, абсолютная художественность. Что вот этот тот раб, который прошел армию, главный герой, рудники, шахту, он приезжает в пиджаке, значит, такой статный, вообще жизнью не поколоченный абсолютно, то есть там у него ручки чистые, он аккуратный вообще такой. Ну, короче, мужчина, который там ни дня не работал. Ну, в принципе, так он и выглядит, этот артист, актер. Ни дня не был на работе. То есть нам пытаются показать раба, как будто он пышет, дышащие энергии, какой-то там вот такой весь аккуратненький. Сейчас про такого человека говорят, ну, короче, тяжелее ручки, ничего в руке не держал. А он, между прочим, прошел три года армии и рудники. Тоже такой показательный момент, что, ну, какая-то нестыковка есть. Кстати, по тому поводу, на вокзале, где там они ждали поезда, вахтовики или кто там, ну, короче, мужики тоже, да, они как раз играют на гитаре песню, где звучат такие слова, типа, болото, болото, мы все пройдем, все, что скажет, сделаем, все преодолеем. То есть символично вот эти слова тоже играют, как будто это описывает дух времени. Еще немного скажу про интернат и детский дом. Такие слова у меня. Почему же, собственно, дети из детского дома не социализируются, испиваются и скуриваются, так сказать, и становятся преступниками зачастую, малолетними? Ну, очевидно, что они, потому что они видят жизнь лицом к лицу, они слишком рано понимают реальную природу жизни, реальность понимают. Что они видят детское в интернате? Они видят реальность. И почему они не становятся там хорошими рабами? Ну, видимо, потому что, увидев реальную суть вещей и пройдя вот через такие вот условия, как-то неохота социализироваться и быть обычным рабом, то есть мужиком там или из этого. То есть это факт, который нам нельзя отрицать. Дети же в семьях, насколько уже понятно нам, они живут в иллюзиях. Вот эта иллюзия, она дольше продержится, он будет, как сказать, стандартным рабом, он социализируется. Мало продержится эта иллюзия, он прозреет, и все, и начнется его, так сказать, социальная деградация в какую-то или иную сторону. Вот, вот все, на самом деле, что происходит. То есть, тут мы должны поставить вопрос, а семья-то, она на самом деле, она отсрачивает, отсрачивает, на самом деле, кризис личности человека, получается, на десятки лет, но он неизбежен, потому что человек не видит в семье реальной жизни. Вот в чем дело. Поэтому я это и говорю, что поступок отца благородный, ну да, его там за винователи, но по факту это ничего не меняет, даже вот сейчас будут такие поступки происходить, дети все равно пойдут в школу, и потом все равно не узнают правду. и все равно, так сказать, мужики станут рабами, женщины станут теми, кто будет на этом, так сказать, с этими рабами взаимодействовать. Это как бы неизменно, это вот, что в конце, в конце счете произойдет именно так. Это понимаем. Значит, по поводу девочки. Да, действительно, значит, она будет вот этих вот своих, так сказать, братьев воспитывать. Воспитывать, естественно, она их будет баба-рабами. А потом, спустя время, допустим, она предъявит им, обязательно предъявит, что я вас носила, я вас защищала, вообще благодаря мне вы тут, сейчас здесь, я вас одевала. То есть, они будут воспринимать сестру матерью. То есть, это абсолютно страшное отношение. А девочка, которая уже вошла в роль этой матери, она будет воспринимать следующих жен этого мужика, как конкуренток на роль матери. То есть, мать в семье уже есть. Всех остальных она будет ненавидеть и выталкивать, скорее всего. И там уже, говорится, кто перетянет канаты за этого мужика. То есть, он будет теперь такой, знаете, на растерзание мясом. Вот. но скорее всего, сливки со всей этой семьи, со всей этой истории в итоге возвращаемся в начало, будет снимать мать этого мужа. Она запустила эту стратегическую тему, она знала, что теперь семья разрастается. Сейчас, допустим, как бы продолжалась эта история, мать просто сделала бы звоночек, спустя какое-то время вы освоились, освоились, молодцы, мне нужна помощь в деревне. Все, приезжайте, либо там забирайте меня к себе. То есть, мать сделал, понимаете, возможно, она разыграла просто такую чудовищную тактику. Она просто воспользовалась детьми, чтобы эти дети потом ее докармливали, использовала свою сыну, чтобы создать базу, так сказать, денежную, материальную. И теперь она в шоколаде будет. Ну, такая тяжелая история, но просто знаете, да, я думаю, так сказать, часто можно такое. предполагать зачастую много раз. А, еще напоследок скажу, что до того момента, пока эта девочка будет выгонять новых подруг папой, папа будет ее рабом. То есть, нам это показали в эпизоде, когда папа ей сказал, поехали со мной, она говорит, нет, не поедут. Все, она диктует условия. Она себя уже поставила в позицию, я руковожу папой, а он виноват всегда. И в каждом эпизоде видно, папа виноват, папа должен. Так оно и будет. Ну, там, так сказать, до момента, пока придут новые коршуны на эту семью. Спасибо. Благодарю. Убираемся, уходим. То есть, это практически детский вариант фразы развода, деящая фамилия. Типа, везите на нас назад, типа, а то вы вот такой, а нам такой не нравится. Откуда это у нее? Ну, откуда? Ее мама жила с таким человеком. То есть, она модель общения с мужчиной, со взрослым, уже знает, она ее уже восприняла. Можно ли ее переломить? Честно, не знаю. Мне кажется, очень сложно. И даже, чтобы это хоть как-то переломить, нужна направленная деятельность грамотного человека, который понимает эти вещи, который, например, когда началась с ним говорить из позиции, типа, ну, как-то, чуть ли не начальник, да, как-то сделать рефрейминг, хоп, и вернуть ее в позицию ребенка, там, типа, девочка, там, ты-то-сё. Ну, это грубовато, но там вот, когда общается с ней, и со всеми ними общается вот эта представительница опеки, там, она как раз вот так, то есть, она занимает позицию взрослого всегда, то есть, типа, я руковожу, я взываю к здравому смыслу, типа, давайте, ну, здраво рассуждать, люди, вы же все взрослые, какая корова? Какая корова, когда у вас уже, типа, учебный год начался, ну, какая корова? Типа, вы, придите, так сказать, в здравом уме, она взывает к здравому смыслу. Естественно, папа, который изначально к дочери встал в позицию такой, типа, чем-то вообще-то похожа вот на модель, наверное, когда вот с детьми РСП общаются, сожители, вот они такой же, то есть, либо они там становятся в позицию демона, который там командует, да, чтобы все это как-то делать, все это, ну, в узде, все эти выкрутасы, но большинство этого делать не умеет, поэтому получается глупо там и с проявлением жестокости, либо в позицию, типа, да, дорогая, типа, как скажешь, дорогая, только это дорогая, теперь еще одна дорогая, она просто младше возраста. Вот, собственно, не так и получается. и то, что она займет у него позицию, будет занимать позицию жены, ну, психологически, да, будет, скорее всего, и, естественно, это будет означать, что ни одна здоровая женщина в эту ситуацию не войдет, войдет только нездоровая, но нездоровая очень вероятно войдет и появится в такой ситуации, которая, наоборот, увидит это как возможность для разыгрывания своих, там, желания покомандовать, например, там еще что-нибудь, ну, там масса, может быть, всяких причин, и чисто корыстных причин, в том числе, масса чего может быть. Что-то какая-то еще была мысль, ладно, может, потом еще вспомню. Так, Дмитрий у нас дальше был снова. Да, вот, ну, Сергей согласен с вами по поводу психологии, что надо ее отвоевывать, ну, возможно, уже даже надо, не надо отвоевывать слово психология, то есть надо говорить, что это философия, вот как Фрейд считал себя философом. Вообще, хотел бы вот вставить такую ремарку, что в этом, что разобраться во всем нужен какой-то очень сильный мыслитель, который бы навел в этом порядок. Вот, вы, например, говорите, Бейкер, ну, конечно, это интересный автор, но, возможно, мне кажется, что вот этот такой биологизм, редукция к биологии, она так идет в мейнстриме, и она так немного выгодна в системе. Вот, например, объяснять вот поведение женщин. Вот, Фрейд считал, что у женщин есть такой мотив кастрации мужчины, то есть есть кастрирующие матери. То есть Фрейд напрямую говорил, что мать, она не всегда заинтересована в том, чтобы продолжить род через сына. То есть мать может там захотеть кастрировать своего сына, чтобы он не продолжил род. И вот в этом разобраться. А вот, например, у мужчин, которые там женятся на женщинами с детьми от предыдущих браков, какой вообще у них глубокий мотив? Откуда у них это взялось? Кто им это заранил? Вполне возможно, что если вот разобраться, окажется, что изначально им какое-то это внушение каким-то, может быть, очень неявным образом сделала кастрирующая мать. И вот если, скажем, посмотреть на отношения к Фрейду, сейчас, мне кажется, в мейнстриме есть такая тактика. Говорят, что вот, да, это такой заслуженный дедушка, но сейчас, конечно, его взгляды являются абсолютно архаикой, и он как бы как такой свадебный генерал. Так, ничего не делает, но вот украшает такое-то наше поле психологии. А вполне возможно, что Фрейд как бы был прав во всем, и его сейчас пытаются таким образом замолчать и изгнать. По крайней мере, мне кажется, что вот феминистки, они сильно так точат зуб на Фрейда, и он им так не дает покоя. Но тут, конечно, требуется какой-то такой очень сильный мыслитель, который во всем бы мог этом разобраться, хорошо аргументировать. А что касается фильма, хотел бы вот поднять такую тему, она очень хорошо видна по этому фильму, что в советском кино женщина всегда является жертвой. То есть, что бы она ни творила, какую бы она черни ни делала, всегда ее так оправдывают. Но это же жертва, она стала жертвой. То есть, вот взять в этом фильме главная героиня, вот эта женщина, мать этих детей, которую нам не показывают, ее так неявно оправдывают, что вот она была такой простой деревенской девушкой, а тут какой-то городской художник стал ее как-то очень так необычно пикапить, что какой-то он ее портрет рисовал. Она к этому была совершенно не готова, и вот он ее как-то обольстил. То есть, ее изображают жертвы этих обстоятельств. Вот эта работница опеки, она тоже так смотрит на главного героя с таким страдающим, укоряющим видом, что она, ну она государственный чиновник, она делает свою работу, но она тоже как-то ей удается эту жертву разыграть в этой ситуации. Девочка там, ну конечно, строит эту жертву, главный герой, если он что-то хочет, он должен эту жертву сразу как бы в корне пресечь, а он идет на поводу, она из него начинает так понемногу алкоголика делать. Ну что, очевидно, сделала ее мать с вот этим несчастным художником. То есть, вот советское кино, оно потакает этой жертве, и оно, конечно, психологически ужасно травмирует этих людей, мужчин, в первую очередь, ну и женщин тоже, потому что оно не учит мужчин, как обращаться с этой жертвой. А обращаться надо так, мое мнение, что жертве надо давать отпор, когда женщина строит жертву, это хуже, чем если бы она, например, как-то покушалась, там, скажем, нападала бы с какими-то побоями, либо вызывала бы какую-то полицию. то есть, вот это строительство жертвы, индуцирование чувства вины, это такая, еще более грубая атака на мужчину, которым мужчине ни в коем случае нельзя на себя допускать. И я вот, чем как бы дольше живу, тем сильнее я вот вижу, что кино, это не просто так, там, какой-то фильм показали, а кино, оно чудовищно программирует людей. И мне кажется, что вот кино, оно в значительной степени ответственно за то, что из русской женщины воспитали жертву, и там русская женщина, она в любой непонятной там ситуации, ей всегда очень удобно впасть в эту жертву, потому что она кучу примеров уже видела в кино, знает, как это делается, и очень легко у нее это удается. Я бы вот еще по этому поводу вставил бы вот такую ремарку, в какой-то момент пошло перестроечное кино, оно было, конечно, очень чернушным, видно было, что там есть какой-то мотив развалить Советский Союз, ничего там хорошего нет, но мне кажется, заслугой этого короткого периода было то, что было снято табу на то, чтобы показывать злую природу женщин, и были сняты несколько просто потрясающих фильмов. Например, могу порекомендовать фильм «Криминальный талант», о том, как женщина виртуозно разыграла жертву, то есть был вот этот короткий период, где кино начало показывать правду, и перестало оправдывать эту женщину через жертву. Ну, пока все. «Криминальный талант» я знаю, если хотите, добавьте его на голосовалку, может быть, и разберем. По поводу программирования, не зря Ленин говорил то, что говорил по поводу важнейшим изыску для нас является кино. Естественно, язык образов, он во многом это вот то, что активно эксплуатируется в рекламе, то есть, что многие вещи просто проходят сквозь сознание. Это, собственно, то, чем непосредственно занимался господин Клотер Рапай. Очень рекомендую его книжку. Сейчас «Культурный код», который называется. Я, собственно, хочу повторить свой вопрос, а то как-то он, видимо, прошел незамеченным. Давайте, мы сейчас много чего про фильм сказали, всякого разного интересного там, и подметили много всяких аспектов. Все-таки ваши мысли, вот, предположим, ладно, ну, лучше, конечно, на месте этого человека никогда не оказываться. Вот, но все-таки а что можно было сделать иначе в его ситуации? Вот, ну, наверное, можно начать вот с его ухода в армию, в общем. А как можно было пойти себе иначе на разных этапах? То есть, чего нужно было не делать? Или сделать по-другому? Попробуйте над темой пофантазировать. Так, Алекс, 74, дальше у нас по очереди, прошу. Я как бы на ваш вопрос сейчас пока ничего не могу сказать. Это надо подумать. Вот я тут послушал тоже и какое-то какие-то свои заметки сделал. Заметку про Макса, он говорил, что если в 90-е годы бы, то детей бы так никто не рассматривал, но это маловероятно, потому что без родителей, без какой-то опеки, у них никаких шансов там в школу попасть, медобслуживание получить, то есть каких-то минимальных социальных норм невозможно было получить. Скорее всего, их просто в детский дом отправили бы и все, и вопросов бы не было. Потом про портрет говорили. Мы этот портрет видели, там над койкой все дети спали, там висел портрет этой женщины достаточно красивой, красивой женщины, и говорили, что она красивая была девушкой. И в принципе, вот взять если этого мужчину, он ему в общем-то он альфачом был, если так говорить, такой терминологии, потому что все женщины, которые там на него внимание обращали, они по тем меркам были красавицами. Что вот это вот его невестка, что ту портрет он показывал, что в универмаге там на него все смотрели. То есть он не был обделен женским вниманием и как бы держался, такой статный товарищ был. А то, что он выглядел не как работяга там такой и прочее, вполне возможно он на каком-то комбайне там сидел, управлял, либо каким-то может распорядителем был внутри шахты через какое-то время стал. Так что тут это мы не рассказывали этот момент, тут исключать такой вариант тоже нельзя. Потом насчет армии тоже. Вполне возможно, вот тоже я тут задумался насчет свадьбы перед армией, зачем ее устраивали. Вполне возможно, это было тогда какой-то вариант отсрочки такой, что если у солдата допустим рождался ребенок на гражданке, то ему давали отсрочку и он там уезжал до какого-то момента врастил этого ребенка. По крайней мере вот в мое время, в 90-е годы для того, чтобы такую отсрочку получить, надо было двоих детей иметь, солдат. в советское время возможно, достаточно одного было ребенка. Вот поэтому и устраивали свадьбы может быть перед армией. Я, кстати, этот момент знаю, потому что я сам подпадал в какой-то момент подпадал под эту отсрочку. Там это в 90-е каком-то году было, 90-е в общем, это был конец 90-х. Нужно было иметь либо двух детей вообще, тогда ты был в инкомату неинтересен, либо нужно было иметь одного, но возрастом какой-то возраст был, то ли до трех лет, то ли до года, что-то в таком духе. Я помню, что какой-то год, когда у меня никаких других уже не было брони, то эта бронь на меня действительно действовала. То есть я буквально год какой-то находился под этой, именно под этой конкретной отсрочкой. Про 80-е годы что-то я сомневаюсь, честно говоря, что какие-то такие вещи были. Единственное, что я готов поверить, 80-е годы, наверное, например, могли давать длительные увольнительные, наверное, с поездкой домой, там, вот это, вот это может быть. Или свидание на несколько дней, когда к туда, к месту службы приезжают там невесты или там жены, и с ними дают возможность несколько дней в городе, короче, находиться. Вот я думаю, что-то в таком духе. Ну мы просто не знаем, мы достаточно далеко от этого времени, может кто-то, кто постарше, они знают, какие-то нюансы такие вспомнят. Видимо, что-то там было такое. Неспроста же все это устраивали. Свадьбу перед армией. Так, потом еще тоже, сейчас, так, такое замечание. Тоже говорили, что вот мы про папу, мальчика тоже практически ничего не сказали, про того алкаша, художника. Тоже вот как-то интересно было посмотреть вот эту сцену, как-то обсудить, когда он там шоколадку ему собирался отдавать. И вообще как-то вот эта сцена на вокзале, она немножко шоковая, потому что он с девочкой оставил двух детей и сам побежал там намордник этот покупать. Немножко странновато, конечно, ну и она потом этих мальчишек оставила, пошла там через дорогу куда-то. В общем, странновато. Ну, в принципе, тогда, может быть, время было более спокойное, что на вокзалах более спокойная обстановка была. Хотя, в принципе, мог любой милиционер подойти и забрать их. Так, теперь еще тоже про проводницу. Вот тут сказали, что там собака улеглась и как бы она сжалилась, но у меня, по-моему, было ощущение, что он просто ей взятку дал и она пропустила собаку в купе, когда вот я смотрел. Ну, и тоже говорили про кино, то, что кино, это, как Владимир Ильич Ленин говорил, самое важное из искусств, а в то время фильмы, они так просто, ну, очень редко снимались, по крайней мере, чтобы фильм имел успех, крайне желательно, чтобы он какой-то посылами нес социальный в общество. И тоже вот из этого обсуждения у меня вот такая версия сложилась, там к тому же еще и режиссер, женщина, что уже в те годы проблема матерей с детьми, без мужа, без отца, матерей-одиночек, она уже начала тогда проявляться до конец 70-х, начала 80-х годов. Пусть не было такого масштаба, как это сейчас, но она уже тогда начинала появляться. И они вот этим фильмом хотели создать такой образ такого мужчины, который вот путь как персонаж этого фильма. И поэтому фильм так давил конкретно на жалость, на слезы. Даже если сейчас посмотреть комментарии под этим фильмом, я пролистал, там их очень много на Ютубе, то можно увидеть, что там я весь фильм смотрел, плакала, 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 и мужчины пишут, и женщины пишут, кто типа не сплакнул там и так далее. То есть достаточно, по-моему, сознательно этот фильм был сделан, чтобы направить мужчин, так сказать, в это русло. Вот. И призы он получал на кинофестивалях и на наших советских, и, соответственно, даже ФРГ взял какой-то приз и теперь не написал. Ну, у меня, в общем-то, все. Спасибо. Ну, я сейчас хотел, собственно, начать, ну, потихоньку тоже провоцировать на переосмысловании, что как можно было рефрейминг сделать в его ситуации. Тут видно, конечно, что цепочка, то есть видно, что не какое-то одно вот событие, оно привело к ситуации. То есть видно, что была цепочка, и разные люди там принимали разные решения, делали определенные действия, и в сумме они сложились вот в то, что сложились, так сказать, катастрофа такая, да? Если, ну, я понимаю, что в Советском Союзе, наверное, все-таки по-другому на это смотрели. Я тоже подумал, зачем они вот играют в свадьбу перед армией. Я так думаю, что они таким образом в том числе как бы столбили, то есть типа, значит, что называется, девушку столбят. Она вот, типа, занята. И девушка как бы получает, то есть как бы на нее все-все такое, ну, смотрит косо, да, опять же, сигналит, что там вдруг с кем-то начала ходить, нехорошо и так далее. То есть это такая, как бы одна из социальных форм вот этой вот... В общем, так они, видимо, социально борются с тем, что как бы, ну, армия, то есть человек вообще-то, нормальный человек, здоровый, свободный человек, должен был бы эти там два-три года, да, тратить на становление своей семьи. Он должен был бы там получать профессию или работать уже там, или жить какой-то социальной жизнью активной, да, а он эти три года находится не пойми где и занят не пойми чем, ну, в общем, и никакого доступа, то есть просто, ну, изолит, считайте, как в тюрьме сидит примерно, то есть вот такое, примерно, это отношение. И, как бы, эта дыра, она естественным образом вызывает то, что, ну, извините, как бы валентные девушки-то остались же в селе, да, они же там должны будут, ну, что называется, так или иначе, искать кого-то, потому что, ну, просто опять же, возраст соответствующий, то есть возраст требует, там, уже, это я не про грубые, не про грубые, там, обзывательства, а просто такой есть, анекдот такой, типа, или про армянское радио, типа, что, что-то же женщина, как консервная банка, да, типа, один открыл, все пользуются. Вот это вот вопрос, что, типа, один уже открыл, а теперь, значит, стоит очередь и желающих попользоваться, потому что теперь, так как бы, никому уже претензий не предъявишь, да, все, потому что открывальщик, он, ну, известен, и он уехал, то есть можно на него все что угодно списать. В общем, первое, наверное, в наше время, что стоит сказать, что не надо и не стоит столбить таким образом, ну, женщины, девушек за собой, да, ни с помощью свадьбы, ни с помощью, там, секса перед исчезновением на длительный промежуток времени, если у вас есть дальние планы, вообще-то, да, то есть если вы действительно думаете о чем-то, более долгосрочном на семью, и так далее, то это плохая идея, это не столбит, это получается, как в известной фразе, она не твоя, просто настала твоя очередь, да, фразу, которую, коучеред пил, очень, очень, нет, не коучеред пил, хотя и многие там говорят, англоязычные товарищи, это интерплентозин карс, she is not yours, it's just your turn, вот, это надо понимать, как бы просто, да, достаточно отчетливо, то есть, у него какое-то ложное ощущение некой собственности есть, и это ощущение действительно ложное, потому что оно, ну, ничем вот не оправдано, вообще никак, даже в самом натянутом смысле, никакой вот собственности, там, или права распоряжаться чем-либо нету, это иллюзия, фу, которую нужно было по-хорошему, не то что оставить, ее даже иметь не надо было бы изначально, вторая вещь, что когда, ну, это то, что я как бы подмечаю, да, вторая вещь, предположим, ладно, на это ничего повлиять не смог, там, или в общем, сложилось как сложилось, ладно уже, как бы, живем дальше, дальше в армии он получает письмо, ну, нормальный человек должен вспомнить про сказку о царе Салтане, да, и подумать, а вдруг тут какая-то есть намеренная или ненамеренная мискоммуникейшн, то есть нарушение коммуникации, как это проверяется, для этого нужно установить прямой контакт, да, с адресатом, то есть, допустим, даже если пришли какие-то там компрометирующие сведения, здоровый человек должен был бы написать, ну, уже непосредственно девушке самой, да, написать конкретно ей, они же наверняка переписывались там постоянно, мог бы написать там типа, что там, дорогая, там, Маша, там, Таня, как вы там звали, тут вот, я как бы сожалею, что об этом говорю, но до меня просто вот доходит информация аж здесь, где я служу, не знаю, где он там служил, на Чукотке, и, типа, что у тебя тут, ну, новый товарищ завелся там, такой-то, такой-то, можно описать там, ну, описать вкратце то, что ты слышал, как бы, типа, там, ну, и попросить сказать, типа, подтверди, опровергни, а то, если про тебя слухи распускают, то я разозлюсь на этого человека, который это сейчас про тебя прислал, я ему втык сделаю, если это правда, то ты мне, как бы скажи, потому что, ну, я же не могу жить так в неизвестности, в общем, еще раз извиниться, там сказать, извини, ну, как бы, вот, просто не могу не переспросить, вот, и дальше вынужден был бы от самой девушки услышать, что, ну, хоть что-нибудь услышать от нее, да, прямую, вот, в зависимости от того, что она ему сказала, наверное, можно было бы и маме сделать внушение, то есть, мама, как бы, стала каким-то посредником непонятным, с этой помощью, которые, ну, в общем, это вот, такая помощь подпадает под категорию «Избавь нас, Господи, от друзей, от врагов, я как-нибудь сам избавлюсь», то есть, так, в общем, таких помощников лучше бы избегать, то есть, маме можно было бы в тык сделать, сказать, типа, «Мама, это семья отдельная, там, личная жизнь, и не надо сюда, там, со своими слухами больше вмешиваться», «Угу, угу», все, то есть, границы с матерью не проведены, никакие, и, наконец, ну, я там еще цепочку, потом озвучу, но пока я остановлюсь на том, что, наконец, когда, даже, как сложилось, как сложилось, там, не знаю уж, ну, предположим, так и остался ты в неведении, то есть, девушка достаточным образом не ответила, не убедила, скажем так, ну, и не разубедила, мама, тоже, какие-то непонятные, там, свои сомнения, то есть, что нужно было сделать? Ну, естественно, нужно было очно встретиться, но как можно такие вопросы принимать, не приехав и не встретившись, не сев за столом с человеком и не поговорив с ним, прямо глядя в глаза и оценить еще раз, то есть, уже задать эти вопросы все прямую, там, прямо, сказать, я как бы, вот я вернулся, как бы, я готов там жизнь продолжить, но если ты, так сказать, готов меня тут ждать, что называется, да, там, то есть, ты меня действительно ждешь, или все это так было тут? Короче, нужно было ее на прямой разговор вывести, то есть, все эти вещи, короче, все вот это, весь этот аутсорсинг, который был раздан, там, это маме, это, там, не знаю кому, а это, там, просто уехал, все это нужно было делать лично, самостоятельно, потому что это не какая-то чужая жизнь, это твоя собственная жизнь решается, решается надолго, возможно, на всю жизнь, на оставшуюся, вот, у меня еще тут есть пара решений, так, у нас дальше, дальше, Дмитрий был, да, по-моему? Да, я вот хотел высказаться по поводу вот этих свадеб, перед тем, как мужчины уходят в армию, если вот смотреть историю вопроса, то, например, в Российской империи был рекрутский набор, и там брали на такие серьезные сроки, в Петровские времена вообще по 25 лет служили, потом где-то уже под конец Российской империи, по-моему, там служили по 5 лет, и возникали замужние женщины, у которых муж ушел в армию на 5 лет, их называли солдатками, и солдатки, это был главный источник, как бы, распутства на деревне, но если посмотреть по литературе, у Толстого есть рассказ о помещике, который стал сношаться солдаткой, на этой почве совершил самоубийство, у Бунина есть рассказ о мужике, которого тоже взяли в армию, его жена пошла в его отсутствие гулять, но что тут можно сказать, насколько я знаю, вот в России, конечно, все понимали, что это нехорошее явление, оно уродует людей, но была такая проблема, насколько я знаю, во-первых, были разные квоты на рекрутский набор, во-вторых, там община как-то решала, из какой семьи там будут брать в эти рекруты, потом там как-то это право можно было как-то продать, переуступить там от одного, скажем, брата к другому, или из одной семьи в другой, в общем, все это было сложно, и заранее спланировать, пойдет человек там солдат или нет, и в зависимости от этого там жениться или не жениться, это было, по-видимому, не так просто, а в СССР-то все было, насколько я понимаю, просто, что 18 лет гребли всех, тут никакого планирования не требовалось, и разумеется, любой бы вменяемый, как бы отец, если бы он существовал, он бы сказал своему сыну, сын как бы ни в коем случае там, ну там влюбляйся, не влюбляйся, но не вступай ни в какие обязательства, не женись, пользуйся контрацепцией, заберут тебя в армию, служи в армии там спокойно, не пиши какие-то письма, не волнуйся, ждут там тебя из этой армии, не ждут, пытайся как-то там набраться жизненного, своего опыта, посмотреть мир, может быть там в армии какую-то специальность получить, как-то с пользой время провести, и вообще, по большому счету, вали из этой деревни, нечего тут делать, приезжай куда-нибудь в город, а зачем вот навязывали вот эти женитьбы перед армией, мне кажется, что тут причина была в том, чтобы немного держать людей на месте, то есть там при каком-то хрущеве, вообще там колхозникам паспорта не давали, но всегда какая-то регулирование, чтобы люди сидели на своем месте, всегда это было и сейчас есть, вот взять тот же коронавирус, что сейчас какая-то такая серая ситуация, что вроде как в Россию можно въехать там через Белоруссию, там выехать через Турцию, как-то это можно сделать, но как бы вообще, как будто это все закрыто, ну, чтобы люди не ездили туда-сюда, мне кажется, то же самое было в СССР, пытались как-то людей удержать на местах какими-то такими мягкими мерами, что напрямую не запрещать, но, скажем, молодому человеку там повесить какую-то там невесту, которая его там будет ждать из армии, но это, конечно, полная глупость, и, возможно, навязывали такое понятие, что если ты уходишь в армию, то у тебя там должна быть какая-то невеста, а если ты в армии, тебя никто там, никакая невеста не ждет, то ты какой-то неполноценный. Но это надо хорошо разбираться в советском там же быте деревенском, чтобы судить. А вот тут интересна позиция вот этой там невесты. С одной стороны, конечно, да, ее там могут деревенские начать как бы обвинять, если она там себя распутно ведет, а с другой стороны, возможно, ей вот этот статус, то, что она чья-то невеста, он ей дает дополнительные права. Может быть, какую-то там девушку, которая не считается невестой, ее там родители на какую-нибудь гулянку не отпустят. Она может сказать, что вот я уже практически женатая женщина, и вы уже как бы, ну, не маленькая девочка, вы мне там уже родители не указ. И она вот уже может быть под таким предлогом, уже может куда-нибудь пойти там на какое-нибудь гуляние. Вполне возможно. то есть вполне возможно, что это был такой способ, может быть, немного подрослить женщину, чтобы к тому моменту, как мужчина вернется из армии, она уже была не вполне невинна. По поводу... Ну да, вот Сергей, вы так проговаривали этот вопрос, что нужно было сделать, как правильно надо было вести себя главному герою. Ну, конечно, вы правильно все сказали, согласен с вашим анализом. Ну вот, я вот так чувствую, что человека, которого удерживают в каком-то чувстве вины, промывают его мозги, пытаются что-то заставить, сделать, если он заявит какое-то свое собственное мнение, свое собственное решение, то ему люди, которые уже привыкли к тому, что он послушный дурачок, они с ним вступят в очень жесткую конфронтацию. И мы, собственно, видели такую конфронтацию в самом начале фильма, конфронтацию главного героя с отцом. И что произошло? Он эту конфронтацию не выдержал, он струсил, и он дал отцу себя продавить. И все, дальше он как бы обречен, что он каких-то этих непонятных детей на себя возьмет, там сопьется, умрет. А ему не хватило мужества, чтобы выдержать эту конфронтацию. А если бы ему хватило бы мужества, то вполне возможно, это закончилось бы тем, что он как бы отринул бы от себя этого отца и перестал бы с ним общаться. Если его отец действительно такой волевой человек, который действительно со своим мнением на какой-то там, не знаю, подкаблучник. То есть, мне кажется, тут тяжелая правда заключается в том, что такие люди, несчастные, завиноваченные, они завиновачены не потому, что они такие как бы дурачки ими примитивно манипулируют, а потому, что им для того, чтобы стать свободным, им как бы придется пожертвовать всем, там, родителями. То есть, этих родителей, которые их удерживают в этом несознательном состоянии, там, придется отсечь, как какой-то там больной орган, который, если не отсечь, то он как гангрена заразит все тело и убьет их. То есть, такой печальный взгляд. В общем, я закончил. Благодарю. Ну, по поводу отсечь, на самом-то деле, вообще-то, то, что он сделал, когда он из армии... Представьте только себе, всерьез представьте, что это на самом деле было, если я все правильно понял. То есть, он из армии не вернулся, то есть, его не было три года на флоте, он не вернулся, прислал какую-то открытку и с тех пор дома не появлялся. Я бы сказал, что это как раз то самое отсечение. И мое мнение частное, это неправильно было сделано. Я думаю, что как раз вот отсечь намного легче, чем провести границу установить. И ты продолжаешь какие-то отношения, да, они не были вроде... Вроде бы не производят впечатление по фильму каких-то супер токсичных людей. То есть, я думаю, что можно было... Естественно, это потребует жесткости определенной, да, тем более там с папой границы проводить. Да, я это, в общем, на личном опыте знаю, да, это не хухрый-мухрый вопрос, когда папа вот в таком духе рассуждает, а ты с ним... Даже когда ты с ним, ну, когда вы уже оба взрослые люди, это непросто. А уж когда ты, там, подросток живешь с ним, который, ты, грубо говоря, питаешься на то, что он приносит домой, зарабатывает, это очень непростая задача. Вы не в позиции равных, как бы, находитесь, поэтому тут границы проводить очень тяжело. Тут нужна какая-то экстра-грамотность со стороны одного и, в общем, ну, нужная доля податливости со стороны другого, то есть готовность идти на встречу. Так что, мне кажется, все-таки сложная задача, правильная, была именно, что называется, вблизи, то есть танго нужно было танцевать вблизи со всеми, и с мамой, то есть с ней, там, разговаривать, и в том числе, очно переговорить, и с папой, и с этой, особенно с невестой, я считаю, это очень неправильно, то, что он не сделал, это, по-моему, просто большой провал. То есть все это нужно было делать. Это тяжелый труд, естественно, можно и нужно было сделать. Просто откуда об этом знать деревенскому парню, когда, в общем, у нас и в 21 веке в городе с этим сложно. Дальше я... Сергей, можно я сразу короткий ответ дам? Я с вами согласен, то, что он сделал, он сделал неправильно, он бежал. То есть он бежал, не оправдал себя, не защитил, бежал с чувством вины, то есть признал, как бы, свое какое-то поражение. Конечно, это огромный груз на душе человека, который будет его подтачивать, и рано или поздно, пока человек не сможет от этого освободиться, он его будет загонять в могилу. То есть ему надо было, я считаю, пойти на какую-то конфронтацию. Собственно, то, что он сделал в начале фильма, но там ему не хватило сил строить границы. Ну вот ему отец говорит, подбирай какого-то ребенка, непонятно чего, от какой-то женщины легкого поведения, иначе ты не мужик. То есть тут, я считаю, единственный ответ на такой заход может быть, типа, хорошо, я не мужик, до свидания. Все. Тут, я считаю, никакие границы невозможно уже строить. То есть, то, что... Я вот... То, что тут какие-то нужны знания, там, в чем-то... Да, но человек-то, он где-то в глубине души, он знает, где правда, а где неправда, где ложь. Просто не всем хватает смелости какое-то это признать. Мое такое мнение. Ну, естественно, для этого особенное требуется. Это вот из области, наверное, в том числе из области, вот то, что называется, тенью, да? Дальше по списку я хотел сказать, что он, по-моему, очень неправ был, что ни вот в самом начале этой истории, когда он из армии вернулся, ну, не вернулся, должен был бы вернуться, хотя бы примитивный просчет по крови он вполне мог сделать. И в меру того, какой анализ был доступен, там, и когда он вернулся, и когда уже прошло 14 лет, в обоих случаях, я думаю, у него был такой вариант. И на любые... То есть, опять же, если человек мог настоять на своем праве, да, понимать, что у него право, как у отца есть, знать некоторые вещи, да, он просто обязан знать это его, как бы, и право, и обязанности, то всегда можно было это объяснить, сказать, что... Понятное дело, что анализ, в общем, в такой ситуации, тем более, да, это, ну, некоторые, скажем так, унижения, да, и сомнения в... Ну, для женщины. Но сомнение-то возникло же не на пустом месте, да? Извините, женщина вызвала обстоятельства определенные, которые привели к тому, что есть сомнения. То есть, родоначальник этой проблемы не он, да, родоначальник этой проблемы она, то, что она уже, в свою очередь, не смогла там провести границы с каким-то ухажером. Вместо того, чтобы тому там жестко конкретно отказать, я думаю, что... Я не верю, что не было таких проблем, не было такой возможности. Вот, ну, не верю. Когда женщина хочет отшить, она кого хочет отошьет, даже маньяков подворотни, вот. Ну, а когда не хочет, понятно, то он там ходил, там, то сё, вот, и при этом явно был, ну, в общем, как сказать, он, конечно, был городской, там, видимо, экзотика, но человек-то не особенный, не особенно светлый, скажем так. Короче говоря, он вполне был в своем праве, так или иначе, хотя бы бегло убедиться там, типа, что, опять же, я говорю, по группам крови посчитать, это, я думаю, вполне под силу любому там, да, с помощью таблицы, либо, уж в 14 лет сказать, типа, что, знаешь, что, дочка, давай ты не будешь сейчас рассказывать там, что мне делать, что не делать, кого мне брать, чего мне не брать, давай-ка для начала мы выясним, кто мы друг другу, вот, потому что слухи тут разные ходят, как бы, я, в общем, типа, за своих детей горой, вот, но для этого мне нужно знать, что это мои дети, так что, давай сначала мы делаем анализ, и ему даже, я думаю, ему не обязательно было согласие ее для этого брать, то есть, это нужно было делать с органами власти, а не с, не с девочкой самой, ну, можно было, конечно, если человек еще более подкован в психологии, можно было и саму девочку договорить до такого, что ты сама не хочешь вообще-то знать-то, точно, а то, вот, тут вот, одни говорят одно, другие другое, ты не хочешь, тебе не имеет никакого значения, не хочешь знать, типа, тебе важно вообще, кто отец, кто настоящий отец, ты не настоящий отец, ты не хочешь ничего, и между прочим, из этих ответов, из того, чтобы она говорила, можно было сделать, собственно, стратегический вывод, а вообще ребенок стоит того, чтобы в него вкладываться, то есть, он действительно ценит его, как родителя, или он так и будет вечно, как она его называла, она его на вы называла, и чуть ли не по отчеству, там, по-моему, где-то в фильме было, типа там, вы там, Степан Петрович, там, уж не обессудьте, мы тут вот так живем, то есть, то есть, она вообще не воспринимает того, как у нее отношения к ней, как к отцу, нету, если он решил, что он его будет завоевывать, там, типа, как у нас сейчас модно, там, в женских блогах, там, типа, надо завоевать, там, то есть, все, нет, это не завоевывается, это право, ну, это опять, мое частное мнение, это право и обязанность отца, по определению, и, соответственно, у ребенка, это, соответственно, право и обязанность ребенка, тоже по определению, и я думаю, что, если еще мягче, тоньше действовать, Можно было и саму девицу заинтересовать, сказать, давай ты все-таки сама выяснишь, а из этого мы будем уже делать выводы дальнейшие. Непростой это был бы шаг, но хоть какое-то нужно было сделать в этом отношении действие. И по противодействию смотреть, стоит ли продолжать вообще в этой теме. То есть люди-то вменяемые, а то это же тоже, к сожалению, один из вариантов признать честно. Например, приехал из армии, поговорил лично со своей этой невестой. И вроде как даже в принципе может быть действительно, что велика вероятность, что ребенок именно твой. Но невеста-то не особо как бы с головой дружит в смысле отношений. То есть она границы не соблюдает в личном общении, слухи про себя допускает, разговаривает грубо. То есть не действует как из кооперативного соображения. То есть это действует в противодействии. То есть все время противопоставляет себе. Вопрос возникает, а зачем, собственно, это делать? Когда тебе явно, ну, не на твоей стороне будут играть, а против тебя. Зачем это делать? Это опять нужно было тяжелое решение на себя взять уже такое более вздешенное сказать. А где-то может быть действительно ребенок еще и родной. Но тем не менее, учитывая там маму, да, и учитывая, что никаких шансов ее отстранить там невозможно будет от материнства, то, видимо, придется просто, да, что называется, подождать лет 15. Через 15 лет попробовать еще раз. Потом он через 15 лет появился, ну, через 14. Опять, он, ну, мать уже не застал, ладно, с ней уже не поговоришь. Но он с дочкой, я считаю, он абсолютно теряет вот фрейм отец-дочь. Потому что когда он начал говорить в этом ключе, нужно было именно этот фрейм занимать и из него не выходить. И каждый раз, когда дочка пытается, типа, встать в позицию там либо равного, либо начальника, возвращать ее назад в ребенка. Так, там, это можно обращением там достигать определенно. Ну, короче, можно было придумать, как это сделать. Если человек действительно понимал, чем он занимается, о чем он сейчас говорит, какие вопросы он решает. И в худшем случае, к сожалению, он мог бы и такой вариант принять, тоже не нулевая вероятность, что, допустим, посмотрел на дочь, узнал в нем, там, действительно узнал, что она похожа на кого-то из его ветки там. Ну, либо на него самого, либо там, не знаю, там, на его маму, на его папу. То есть, ну, более-менее убедился, да, она. Но ведь это еще не значит, что за нее можно браться. Она, извините, жила-то с кем и как. А ты точно готов это, вот, ну, исправить сам? Ты точно берешь за то, что сможешь поднять? Это очень непростой вопрос. Тут нужен вопрос был задать. И с девочкой говорить в этом ключе, я считаю, тоже. Раз уж она такая взрослая и позицию заняла, что она сама решает. Сказать, вот тебе расклад, как сейчас будет. Может быть, вот так, может быть, вот так. И скажи, и передать, что эту ситуацию не я придумал, да, извините, не надо ее на меня сваливать. Вот эта ситуация, вот оттуда растет корнями. Хочешь, вот, пообщайся, вот, а то у тебя тут добрый, вот, дедушка и добрая бабушка. Они про эту ситуацию больше знают намного и дольше. Можно, кстати, было бы всех вместе за столом собрать. Тоже, тоже хороший. Я несколько раз так в жизни делал, когда нужно было всех заинтересованных лиц собрать за столом, там, из трех-четырех человек. И, в общем, сказать вещи, которые, ну, нужно сказать слух. А то, иначе этот узел никогда может не развязаться. А так, да, тяжело. Да, это очень-очень нервная задача. Зато это такой прорыв, после которого, в общем, расчищаются всякие. То есть, все эти туманные, там, возможные, может быть так, а может быть так. Все, туман весь развеивается и остается какие-то четкие, там, не знаю, два, например, варианта всего. И все. И тебе нужно просто жесткое решение принять. Вариант А или вариант Б. Для этого нужно, опять же, сесть и сказать. И, наконец, ну, это, наверное, еще не наконец, как бы, это, наверное, не последнее, то, что я хотел по этому поводу сказать. Я хотел сказать, что можно ли было попытаться настоять, допустим, увидел дочь, признал, и дочь, ну, показала себе, скажем, вменяемой, да, то есть, что, в общем, можно работать. То есть, нет... Нет что-то совершенно безумно неисправимого такого, да, с чем можно, то есть, с чем нельзя было бы работать. Все-таки она уже почти взрослая, что ей уже 14, там, через 4 года она уже, там, самостоятельную жизнь может пойти, сама куда-нибудь на севера поехать или куда она там захочет. Можно ли было настоять, чтобы она такую прям материнскую позицию заняла, я без них никуда не поеду, я то-се, вот это вот, она, опять же, это выход из фрейма, она ведет себя как мать, как будто она опекун этих двух. Она же в полной иллюзии в этом смысле, это же, ну, это же ложь просто. То есть, это сказка, в которую верит она, там, верят эти, допустим, двое пацанов, и еще верит там ряд людей вокруг. Но это не означает, что это не является чушью полной от начала до конца. И человек, который здравомыслящий, ну, так, со стороны бы судил, вот, примерно так же, ну, не в тех же выражениях, но, как бы, в таком же фрейме, как вот тетенька из опеки. Я считаю, можно было, так сказать, попытаться, вот, ну, поставить ее, что называется, ногами на землю. Вот чем-то похоже, наверняка помните, помните финал фильма Леон, Леон Киллер? Например, там есть сцена в конце, где, значит, Матильда приходит к этому, к работодателю этого Леона и говорит, я умею стрелять, я киллер, дайте мне заказ. И он ее очень простым, совершенно конкретно таким, он на нее не ругается, на нее там ничего, но он ее ставит на место буквально там двумя-тремя такими фразами жесткими, типа, 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 есть ли у меня заказы, типа, посмотри на меня, типа, я нормальный человек? Нормальный. Есть ли у меня заказы для тебя, для убийства, типа, да, для 12-летней девочки, которая тут ходит в шортах, в обрезанных, типа, ты, ну, головой-то подумай сама, вот, типа, все, говорит, ваши, это, типа, у вашего Леона там игры были с тобой, а эти игры кончились, все, у нас этих игр больше не будет. И все, и он ее ставит на место очень легко, ну, как, достаточно легко и правдоподобно. И она, хоп, и сама, сама идет, он ей денег дал, да, она пошла, пошла устраиваться в этот, в учебное заведение, там, да, то есть, вроде как, то есть, все, он ее вот буквально, весь, так сказать, психологический сеанс, психоанализа занял, там, не знаю, 20 секунд экранного времени. Я думаю, что, честно говоря, вот эту вот героиню здесь, дочь, я думаю, тоже можно было поставить на место подобным образом. Реально встряхнуть, сказать, типа, ну, давай думай серьезно головой. У тебя учеба идет, там, у тебя жизнь, вот сейчас скоро начнется уже взрослая, там, ты, ну, ерундой не занимайся. И, в общем, по сути, речь состояла, наверное, как вариант, о, действительно, о разлучении. То есть, типа, что я готов забрать, но забрать только тебя лично, да. А остальное, извини, это, ну, как бы, не мной эти, этот узел не мной завязан, соответственно, я его развязывать сам не хочу. Вот, есть человек, ты его сама знаешь, вы с ним жили, он потом на вокзале появляется, да, вот, хочешь с ним это обсудить? Ну, обсуди с ним, потому что он к этому больше отношения имеет. Со мной его обсуждать не надо. Вот. Ну, то есть, короче, я хочу сказать, что один из вариантов такой, достаточно было, как бы, жестко встряхнуть ее, да, и привести ее в чувство, да, и в итоге все-таки добиться того, что они бы разлучились. И я не думаю, что это какая-то, прям, была бы супер, не знаю, там, неизгладимая травма на всю жизнь. Можно это было сделать, обыграть так, что это было бы, ну, не то, что они, прям, пропали и исчезли. Они все-таки вот эти, ну, двое же, они же, как бы, полбрат, полусестра, да, то есть, у них, у них общая мать. И, может быть, даже общий отец, да, под вопросом, вот. Так что, как бы, совсем их, как бы, друг от друга отдалять, наверное, плохо, вот, но и это не значит, что, прям, вот, так легко можно, хоп, и взять, там, ребенка, какого-то алкоголика и заниматься с ним. Там, это, в общем, опять, ты кто? Ты, там, экскаваторщик в Оркуте? Или ты, не знаю, там, специалист, психолог по детям, там, с задержками развития, да, там, и с этим, как это называется-то, что-то типа эмбриональный алкогольный синдром, да, что-то в таком духе какой-то термин есть. Ладно, что-то я разогнался. Так, у нас Сергей Стайн был дальше, прошу. Еще раз добрый вечер. К вопросу о свадьбе перед походом в армию. Ну, те, кто постарше, те, наверное, понимают, да, что деревни 70-х годов, судя по тому, что фильм 1781 выпущен, детство героя «Минус 15 для дочери», это 50-е, 60-е деревни, причем не близко к какому-то мегапоису, потому что в город он ездит тоже провинциальный. Там были немножечко другие правила, и когда нам показывают свадьбу перед армией, это именно и есть следование правилам. Нам как бы хотят сказать, что вот так должно быть. Почему? Потому что, во-первых, да, безусловно, Сергей сказал, столбят девушку, да, столбят. Но после того, как с девушкой в деревне сходятся, на ней женятся, и ее приводят в дом родителей. Вот. В фильме не показано, если у девушки, вот у этой вот погибшей, да, есть у нее родители. Там вообще эта тема как бы замалчивается. Но бог бы с ним, даже если они у нее есть, и если, допустим, вот этот вот герой взявших детей, главный герой, сходится с ней в близкие отношения в деревне до армии, то следующий совершенно логичный шаг, он должен с ней расписаться официально и, уходя в армию, оставить ее в доме своих родителей. Тогда она в статусе жены и под присмотром родителей, будучи опять-таки солдаткой, но не на 25 лет, она бы осталась под контролем. Ну, например, наверное, все знают, что если даже сейчас, а раньше, тем более, если ты встречаешься с девушкой в близких отношениях до армии или до тюрьмы, да, то есть такая поговорка, что в тюрьму меняй жену, да, то же самое касается и армии. Это меняй жену, да, а здесь же ситуация вообще, деревня, девушку он испортил, ну, будем так рассуждать по-деревенски, теми годами, да, девушку он испортил, но замуж он ее не берет. И о том, что он ее испортил, и даже мать не знает, потому что, когда девушка начинает гулять и брюхатит, мать, как бы, в общем, и не уверена, да, а сына ли это. То есть нам тем самым, как бы, часть вины перекладывают, оправдывают мать и перекладывают на него, да. Он ее, значит, совратил до армии, не женился, хотя по деревенским правилам должен был жениться и в дом родителей, не привел. Соответственно, сам виноват. Что, кстати, вот в словах некоторых наших товарищей, вот, по обсуждению фильма и как бы исследует, да. Ну, и опять-таки, великая сила кино, да, мы предъявляем человеку, что вот он после армии не приехал и не закрыл этот гейштай, да. Ну, вот она, великая сила кино, да, и мы уже станем, как бы, его слегка виноват. Во всей этой ситуации, как бы, и не одна мать виновата, и вроде как, и не совсем девушка виновата. Вот, и его вина в этом тоже есть, хотя, по сути-то, по своей, там его вины никакой нету, абсолютно. То, что они сошлись, так, ну, знаешь, старая поговорка, кто не вскочит, тот не захочет, да, там, как там, сука не вскочит, кабель не захочет. Вот, а в тех годах, 60-е, 70-е, в деревне, ну, это не город, да, и это не Америка, не Восток, где была стрела полная, да, там все-таки достаточно было жестко с соблюдением вот этих вот правил близости до брака. Это, к слову, о том, почему нам показывают, как бы он должен был поступить, чтобы не быть виноватым, и чтобы быть абсолютно, как бы, ну, нам режиссер доносит, вот, видишь, вот друг, который после свадьбы пришел, вот его сын, вот перед тем, как уйти в армию, сын, значит, берет девушку, женится и оставляет ее в родительском доме. Это, к слову, а почему перед армией свадьба? Вполне логично. По тем временам именно так и можно было ей, грубо говоря, застолбить парня, а ему застолбить жену и оставить ее в доме родителей, чтобы она, соответственно, не загуляла и не нагуляла. Не стопроцентная гарантия, но в условиях деревни хоть какая-то гарантия. И такое было. То, что касается будущего и вообще возможного поведения в этой ситуации, ну, с юридической точки зрения совершенно точно и однозначно, никто бы ему детей не отбыл, это сказка сказочная, потому что даже в опеке он заявляет этой служащей опеке, да я же отец ее, да, то есть он нигде в бумаге не фигурирует в принципе. Вот. Для девочки он опять-таки, ты знаешь, кто я? Да, да, вы мой папа, да. А что тебе про мама говорила? Мама про меня говорила. Ну, ты добрый, но очень гордый, да, что нам опять-таки дают понять, что вот это его гордыня, да, не дала построить как бы семью, да, оставила вот девочку без отца. Ну, ладно, это лирика. Слово о том, что в этой ситуации надо было бы делать, да. Да, ну, сейчас, да, вот, будучи во взрослом возрасте, я, например, совершенно четко понимаю, что делать можно только одно, девочке поставить условия, если ты хочешь, кстати, ДНК в деревне, наверное, это невозможно, да, и никакого установления именно медицинского, биологического или чего-то подобного, там даже слов таких не знали, да, и все, что там было, там, ой, похож на папу носом или там такой же рыженький, как мама, это максимум ДНК, которому можно было визуально получить в деревне, вот. Ну, опять-таки, девочка выросла, да, и как бы он готов ее признать, и какие-то черты он, может быть, там в ней наблюдает, и опять-таки все жители на той же свадьбе, и родители, и все нам говорят, ой, копия отца, копия отца. Хорошо, девочка, допустим, допустим, его, что совершенно не факт. Вот в этой ситуации совершенно трезвый и взрослый поступок, если он готов признать, что девочка его, это, наверное, все-таки забрать девочку одну. Другие детей совершенно однозначно забирать не просто нет смысла, да, а это, в общем, даже такое, скажем так, это уже не ошибка, это преступление и перед собой, и перед своим будущим, и перед тем, как эти дети будут дальше расти. Не потому что, кстати, вот интересный момент, его друзья приходят, там вот цыган и второй, да, и оба они из детского дома, только у одного есть родители, а у другого родители якобы погибли. И они говорят, лучше так, чем в детдоме, да, нам как бы оправдывают его поступок. Но на самом деле от Асинки не родится Апельсинка, да, и забирая вот этого мальчика Бландинистого от алкоголика-художника или брать подкидыша цыганенка, который вообще непонятно откуда, что и как, да, и вешать на себя, на свою жизнь и растить их, но это поступок, который, я думаю, что только в таком сказочном кино, возможно, родители его бы к этому подсталкивали. В принципе, в жизни мужчина, более-менее повидавший жизнь, уже разок ударенной женщиной, проживший 15 лет на северах, да, то есть как бы и видевший, и понимающий хоть что-то, да, но не может так поступить, ну, потому что это, 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 это конец жизни. В тот день, когда он подписал бумаги и забрал этих детей, он поставил крест на своей жизни, она не изменилась, она просто закончилась. Все, что ждет этого героя, это в крохотной квартире чужая девочка-дочь, которая манипулирует, руководит и пытается как-то отстоять свою жизнь, на что, в принципе, имеет право, и два совершенно чужих мальчика, которые, что из них вырастет, какие там гены полезут, да, там вообще просто непонятно, поэтому, в общем, если брать по-житейски, то, наверное, и если он готов признать, что это его девочка, то, наверное, надо было бы действительно говорить с ней и забирать только ее, а вот этих мальчиков, как бы там ни было жалко или печально, но брать на себя ответственность за чужих мальчиков, ну, это неразумно, потому что, в принципе, этот груз, который он вывести не может, он не способен вырастить этих мальчиков, он не способен им ничего дать, они ему не близкие по крови, они ему совершенно чужие и никогда родными не станут, поэтому, не знаю, в общем, для меня этот фильм «Выдумка и сказка» абсолютно полная, и в ней масса несоответствий, хотя вроде как бы туда закладывалось много разных таких смыслов, ну, не знаю, не знаю, ну, короче, вот мое мнение такое, спасибо. Ну что же, мнение было серьезное, как говорил товарищ Джокер, now we are talking, вот теперь пошел хардкор, ну, в общем, я где-то в таких же ключах думал, я хотел частично в оправдании сказать, возможно, какую мысль они имели в виду, вот это, откуда эта формула взялась, чужих детей не бывает, там вот эта сцена достаточно четко показана, когда они сидят, отец пришел, в общем, сидит отец с этим, вот, с работниками опеки там, или с этой, или с тетенькой опеки, по-моему, их там двое было, он явно так явственно совершенно надел награды на грудь, то есть он себя, видимо, подает, типа, что я, ну, я воевал, я, я герой войны, отечественной войны, и, как бы, если, если посчитать, что это, там, 70 какой-то год, то, в общем-то, ну, с войны прошло не так уж много времени, да, то есть там между, там, ну, 45 и 75, 30 лет примерно, он, там, говорят, что ему, он старше 60 лет, то есть вот примерно можно даже посчитать, в каком возрасте он войну закончил. Он, он, скорее всего, отец, я имею в виду сейчас, он явно должен был очень жестко во время войны, да, вынести вот это вот послание, да, что, типа, чужих детей не бывает, потому что это, ну, это была одна из таких важных тем, потому что это постоянная помощь, даже иногда помощь, там, детям врагов, как бы, да, своих, то есть, там, не знаю, было такое, там, что, там, не знаю, в Германии спасали каких-нибудь, там, восточных товарищей, да, там, русских и прочих, там, славян, где-нибудь, там, скрывали, кто-то добрый оказывался, мне даже собственный дед рассказывал про концлагерь, что у них, там, ну, это не про детей, это про взрослых, но, в общем, к тому, что охранники очень по-разному себя вели в этом самом, в лагере военнопленных, то есть, те, кто были постарше, очень, ну, не все, конечно, но некоторые, в общем, были, как сказать, легко ставили себя на место этого человека, который, там, ну, в лагере находится, и относились по-другому, а вот молодые, у которых собственных семей и опыта личного не было, они, да, вели себя достаточно жестко, вот, то есть, там, проходящий мимо человека пнуть ногой, это так, ну, в порядке развлечения, вот, культурная столица Европы, что? Сейчас, что-то я отвлекся, я хотел сказать, я хотел сказать, я хотел сказать, увела меня мысль на военнопленных. Ладно, давайте пока я слово дам. Дмитрий, руку держи снова, да? Да. Да, давай, прошу, прошу. Сразу бы хотел прокомментировать по поводу войны. С вот этой войной такая странная ситуация была, что, с одной стороны, как бы у ветеранов якобы был авторитет, но высказаться им не давали. А вот следующее поколение за ветеранами, уже которое было, как людей, которые не прошли войну, над ними всегда вот нависало это, как бы, тени их отцов, и как бы им воспитывали, мне кажется, такое ощущение, что вот их отцы это да, а они вот уже какое-то слабое, ничтожное поколение. Богатыри не вы, да. Да, богатыри не вы. То есть не то, что слабое и ничтожное, но какого-то вот прям какого-то морального авторитета, такой правоты у них нет. И мне кажется, что в какой-то степени, конечно, эту войну использовали, чтобы немного лишить людей голоса, немного, может быть, разлучить поколение. То есть и всегда какие-то вот эти киноделы, они могли взять персонажа, повесить на него ордена и от его лица озвучивать любую чушь. Потому что они полностью контролировали вот все информационное поле, а каким-то реальным ветеранам высказаться не дали, не давали. А вот по поводу того, что отношение к детям было такое от войны, это как посмотреть. Вот все это, конечно, очень сильно мифологизировано, тут надо реально хорошо разбираться. Но возможно и по-другому. Вот, например, после войны законодательно убрали установление отцовства вне брака. Ну, зачем это было сделано? Понятно, чтобы как бы небольшое количество выживших мужчин, они могли там огулять всех оставшихся женщин. И, то есть, выживший ветеран, ну вот, не знаю, всех ли это касалось, но это человек, который видел смерть каждый день, и он понимал, что то, что он как бы каждый следующий день остается жив, это просто чудо. И тут как бы уже такой праздник, что можно гулять, то есть заниматься сексом там со всеми женщинами подряд, учитывая, что ему еще законодательно за это ничего не будет. Его закон освободил от какой-то ответственности нести ответственность за этих детей. Вполне возможно, что у этих людей, по крайней мере, у какой-то их части, было такое отношение, что там обрюхатить какую-то женщину, ну это, я не знаю, как там, не знаю, как высморкаться или что-то такое. То есть ничего такого в этом нет, что надо страдать об этом годами, нести какую-то ответственность. Ну кто знает, тут реально надо быть специалистом. А еще, ну хорошо разбираться в этой эпохе. А кто сейчас разбирается? Потому что честно высказаться об этом не давали. То есть мы же понимаем, что какой-то обычный человек не мог взять, написать какие-то честные мемуары, чтобы их обликовали. А еще хотел с вами, Сергей, вступить в такую как бы полемику по поводу того, как он мог как бы отфреймить эту ситуацию перед девочкой. В общем, у меня как бы есть такое в целом возражение, что вот все это идет не совсем от головы. То есть это не то, что человек как бы в голове выбирает, какие ему слова сказать, какую там позицию выбрать. И потом уже отталкиваясь от каких-то мыслей что-то говорит. Все-таки у людей, ну говорят, большая часть общения это какая-то невербалика. То есть я думаю, что там даже смысл был не в том, какие бы он слова бы сказал там в поезде этой девочке. А какую он бы ей эмоцию дал. То есть а какую он мог бы в принципе ей дать эмоцию. Если он считает себя ее отцом, ну понятно, что в какой-то здоровой семье у родителей должен быть непререкаемый авторитет. И любые как бы покушения на этот авторитет, какие-то попытки завиновать, они должны жестко пресекаться. А за счет чего это может быть? Должна подняться какая-то здоровая агрессия. И он как бы должен, не обдумывая это в голове, напрямую как бы дать эту эмоцию, выразить какую-то эту агрессию. И я не знаю, как бы может быть там немного на нее прикрепнуть или еще что-то. Но она как бы должна эмоционально почувствовать, что это не пройдет. А вот мне кажется, что тут вся суть в том, что он не может дать эту агрессию, потому что она подавлена у него. Из-за того, что она подавлена, его легко можно завиноватить. Вот у него как бы был этот момент истинный в разговоре с отцом, где он мог бы дать себе волю, отстоять себя. А он проиграл, и ему эту здоровую агрессию ему окончательно подавили. И вот мне кажется, женщины, они очень хорошо этот момент чувствуют. Они когда видят мужчину, они там не слушают, что он говорит, какие у него там рассуждения. Даже, может быть, не особо вдумываются, что он там болтает. Мне кажется, они в значительной степени, вот как-то, я не знаю, по какому-то языку тела, там чуть ли не по запаху, вот видят в мужчине какую-то вот эту часть. Как бы подавлена в нем какая-то агрессия, завиновачен ли он. И то, что он уже говорит откуда-то из головы, какие-то умствования, им это все равно. Они вот видят, как бы даст ли он им какой-то там укорот, либо не даст, либо они смогут им проманипулировать. То есть мне кажется, это идет не совсем от головы, а от эмоциональной сферы. А в эмоциональной сфере, как бы, ну, главный герой не проиграл. То есть то ли его в детстве сломали. Причем, мне кажется, в детстве, как бы, не всех можно сломать. Есть как бы, вот, даже матери говорят, что они, будучи еще беременными, чувствуют, что там у детей от одного и того же отца может быть разный характер. И они еще, когда ходят беременными, они уже чувствуют, что какой-то ребенок такой более податливый, а какой-то больше себе на уме. Не знаю, так ли это или нет, потому что что-то там делать, выводы со слов женщины, это, конечно, гиблое дело, но вполне возможно это так. Я закончил. Спасибо. Ну, по поводу, мог ли он это делать осознанно или неосознанно, я думаю, могло быть оба варианта, как вот говорят, что есть, типа, природные, да, люди, у которых от природы то-то. Кто-то, наверное, может просто делать, просто, ну, потому что для него это единственный известный ему способ. То есть он почувствовал, что на него наезжают там или там сверху него становятся, он сразу хоп и сделал какой-то там финт-переворот. А человек, который просто, ну, более осознает то, что происходит, да, он мог бы к этому подходить именно от сознания, да, так, ну, как бы уже так психологично, да, как психолог. Ну, я понимаю, откуда быть экскаваторщик у психолога, там, ну, всё-таки это мало ли тоже могло быть, не знаю, там, приобретённое, может, от общения с кем-то или там в собственной. Мог ли он где-то это прочитать, не представляю, не знаю. Например, мог ли он посмотреть фильм «Я и другие»? Он вообще показывался тогда или нет, не знаю. Короче, я к тому, что, наверное, можно это было сделать и осознанно, и неосознанно, там, с разным успехом. Я сейчас, конечно, когда рассуждал про то, как это надо было бы говорить, я так рассуждаю от головы, конечно, да, типа, ну, как бы, как осознавая, то есть, само послание, что нужно сделать, конечную цель, что не просто нужно, там, перекричать или вякнуть. По поводу огрызти, я говорю, вот, вот хороший, по-моему, пример, это вот финальный разговор нанимателя Леона с этой, с Матильдой. Вот, шикарно. Он, я говорю, на место ставит её очень легко. Да, он повышает на неё голос, чуть-чуть так повышает, вот, но в то же время, в общем, ну, правда, там ещё добавляется впечатление, что он при этом сидит весь в синяках, там, да, его уже пытали, это же он, Леон это сдал в итоге. Вот, то есть, в общем, по нему, по виду видно, что с ним только что тоже серьёзно разговаривали, то есть, он как бы ей ещё и видом говорит, что вот, вот чем это всё кончается, типа, ты, типа, думаешь, мы тут в игры играем? Нет, тут всё серьёзно. Этого уже в живых нет, на меня вот посмотри, а ты тут ерунду всякую несёшь. Ну, в общем, то есть, можно поставить, и не будучи при этом психологом, вот, но он этого не делает. Что-то я такое сейчас вспомнил, что я хотел про фронтовика добавить. Ну, да, в общем, по поводу того, что фронтовики вот в особом таком, есть такой прослойка советского кинематографа, где в послевоенное время фронтовик что-то такое вот, там, по столу стучит и говорит что-нибудь, типа, я воевал. Помните, сцена такая есть, я плохо помню весь сюжет, это про Будулая, вот этот мини-сериал. Там есть сцена, когда он приходит к какому-то своему бывшему однополчанину, вот, а вот домик какой-то, или дача, ну, не знаю, как дача, в смысле дом деревенский. Такие приехали, классические, прям, как из журнала Крокодилов от советского, выплали, значит, его там невестка с сыном, и невестка, значит, там говорит, ваш домик снесем, на его месте поставим, там, типа, нормальный финский домик, что-то такое, окончаясь тем, что, значит, в общем, гнобят и унижают старика фронтовика. И этот Будулай, значит, разозлился там, и кнутом-то их, кнутом их прогнал. Ну, такая сцена, типа, тоже там, фронтовая тема, она там красной линии проходит. Это, наверное, не очень по теме будет, но, в общем, у Константина Крылова была такая статья, интересная там, про песню «День Победы». Как она, как она возникла вообще на нашем культурном небосклоне и почему. Ну, версия, скажем так, я не могу сказать, что это прям истина в последней инстанции. Типа, что День Победы появился, в общем, уже сильно после войны. Вот. А в послевоенное время другие песни преобладали и знаковыми были, и он там такое рассуждение свое сделал, почему, как бы, что это именно как раз закат фронтовиков, в общем, означает песня «День Победы». Так, это руки остались с прошлого раза или держите? Две руки, которые... Нет? Да, нет. Да, нет. Дмитрий? Да. Да. Ну, я вообще еще хотел сказать, вот одно тоже замечание оставалось по фильму, еще не высказанное. В конце главный герой говорит такую фразу подруге вот этой своей любовницы, сожительницы, не знаю, как сказать, что с одними живут там, а на других женятся. Как-то он так говорит. Это такой очень интересный момент, потому что вот то, что это показали в кино, неявно делает такое допущение, что мужчина, он может не жениться, как бы быть холостяком, жить какой-то половой жизнью, встречаться с женщинами, и как будто это даже не является, он при этом не виноват, находится в своем собственном праве, и более даже того, ну, он сам себя считает не виноватым, и более того, что он даже смотрит как-то на женщин свысока, что вот какая-то женщина, он будет как-то ей там пользоваться, потому что он ее считает недостойным быть своей женой. То есть с точки зрения советского кино, где мужчина всегда дурак какой-то виноватый, в котором которого там кто угодно обвиняет, какая-то девочка там обвиняет, работница опеки обвиняет, ну, это просто выглядит каким-то вольнодумством. Это прям даже такой удивительный эпизод, а почему его вставили? И вот я вот тут вижу, как бы, что тут есть, как бы, такой размен, что да, вставляется такой намек, что мужчина может быть так немного себе на уме, но что покупается взамен? Вот взамен мы видим, что обвиняется вот эта сожительница, которая собрала вещи, уехала, но она поступила совершенно правильно. То есть зачем ей какие-то там чужие дети, взявшиеся внезапно, непонятно откуда. то есть ее вообще никак ни в чем совершенно нельзя обвинить, она повела себя как нормальный человек. И вот этим обвинением этой женщины внушается такая мысль, что надо, что один как бы партнер в супружестве должен пойти, должен как бы в какой-то момент пойти на жертву ради другого партнера, плюс эта жертва она находится где-то в области каких-то чужих детей. И мы понимаем, что женщины в такой ситуации никогда не оказываются, что им надо в этой области идти на какие-то жертвы. А мужчины как бы в этой ситуации оказываются. Таким образом тут впаривается такая мысль, что мужчина там, он чтобы доказать, что он достоин как бы замужества за женщиной, он должен принести в жертву то, что принять каких-то ее детей от другого брака. Вот я вижу, что тут такая хитрая манипуляция вкладывается вот в этот эпизод. Ну вот это то, что я хотел сказать. Спасибо. Так, ну что, у нас три часа, будем постепенно закруглять, если нет еще тезисов или если есть под завершение что-нибудь, то тогда руки поднимайте. Там в части спросили продублировать эти фильмы, которые я называл. Два классических голливудских фильма практически по одному сценарию, если подумать, сняты. Ну, в общем, доктор голливуд, как же его зовут? Ладно, забыл актера, не вспомню. В общем, и Лох Несс. Лох Несс, это фильм 96-го года. Там, ну, он как бы про приключения, но там, собственно, линия, именно, линия отношений, она вот очень такая похожая и знакомая. Вот. Я хотел бы, наверное, последний вариант свой назвать, типа, что же можно было делать еще иначе в сюжете этого фильма. Иначе можно было бы, то есть, и существует ли такой вариант развития событий, где мужчина действительно решил, вот при всех этих обстоятельствах, таки взять себе, значит, и девочку, и двух этих ребят с очень сомнительным происхождением. И такой вариант есть, я думаю. Я бы вот назвал, то есть, это должен быть вариант, ну, скажем так, человека высоко осознающего, то есть, действительно понимающего, что он делает. Например, просто как пример, что это могло бы быть. Может быть, человек, скажем, верующий, который бы это принял как испытание, то есть, типа, ну, от Бога испытание, да, то есть, а слабо, то есть, ну, как бы неверующий не обязан это так понимать, да, а верующий мог бы понять это, что, ну, это, типа, мне такой вот знак, так сказать, смогу я или нет, то есть, ну, то есть, проверка меня на, то есть, вот, мне Бог дает такое, там, возможности разадания, смогу, не смогу. То есть, вызвать это как челлендж, проверку, да, ну, и понимая, что за этим стоит, что это он делает не для себя, и не для этих детей, на самом деле, да, что это есть некая сферзадача, которую он понимает, да, и зачем он этим не правится заниматься, учитывая, зная и осознавая все, как бы, минусы и риски, что, как бы, да, с этого могут быть и большие выгоды, да, с этого могут быть большие провалы, в том числе, можно и жизнь потерять, в одном из, там, из вариантов развития, да, а в другом варианте можно, ну, стать абсолютно счастливым. Но все эти варианты, как бы, не твои, они даются тебе, как бы, с внешнего, ну, извне. То есть, такое вот, понимание этого, как, челлендж, да, если бы человек осознанно понимал это, как челлендж, то есть, не что его загнали туда, и не оставили выбора просто, то есть, у него осталось, либо, выставить себя полным, там, законченной сволочью, да, либо согласиться со всеми этими, вот, куда его загнали. Когда он, с одной стороны, одновременно может послать всех на тревогу, сказать, идите все, я сам буду решать, что буду делать, и в конце концов-таки принять решение именно это, по каким-то своим, не знаю, высоким соображениям, вот, и даже их никому не объяснять, он не обязан никому объяснять и описывать. Снаружи он может играть любую роль, какую хочет, там, хоть юродивого, но внутри решать именно эту задачу, то есть, сверхзадачу себе поставить. Такое тоже могло быть, но я этого в фильме, к сожалению, не увидел. Владимир, прошу. Сергей. Да. Тот актер, которого вспомнить не можете, это Майкл Джей Фокс? Да, он самый, да. Ну, хорошо, значит, тут много говорилось по поводу каких-то нестыковок в фильме, там, нереалистичность сюжета, ну, поймите, это такой советский вариант индийского кино, просто без песен и танцев. Там, по-моему, даже на свадьбе, там, никто не поет и не пляшет. Почему он такой нереалистичный, почему такие нестыковки? Там, кстати, вот если обратить внимание, там даже с погодой нестыковки, там, значит, в этом, это основное действие происходит на юге РСФСР, это либо Краснодар, либо Ставрополь, такой казачий край, и там, значит, как типа ранняя осень, потому что упоминается про начало учебного года. А когда они приезжают в Никель, там уже снег, морозы и полярная ночь. Ну, извините, полярная ночь в Мурманской области наступает только на рубеже, там, ноября-декабря, они не могли там столько ехать. Это тоже еще одна очередная нестыковка, а нестыковок-то много, потому что фильм-то был заказной. В 79-м году была проведена перепись населения СССР, предпоследняя, последняя была через 10 лет, 89-м. И когда, значит, результаты переписи раскидали по различным там показателям, выяснилась одна очень нехорошая вещь для власть-предержащих. Данные рождаемости по национальности. Значит, у основной национальности русские, там, уровень рождаемости в среднестатистической семье, там, 1,6 ребенка. Ну, понятно, что дробь – это статистическая личина, но наука этнодемография, утверждает, что для нормального воспроизводства нации в среднестатистической семье должно быть не менее трех детей. Тех, кто реально правил страной, там, в Кремле, не в Кремле, не важно. Это немножко так напрягло, поэтому пошли явно заказанные фильмы, сейчас вот можно вспомнить, то, что выходило на рубеже 70-х, 80-х годов, там, однажды 20 лет спустя с Гундервой и Проскуриным про многодетную семью. Вот, фильмы про различных сирот, вот, значит, фильм «Мужики», если помните, как раз вот в тот же период, в самом начале 80-х был такой фильм «Молодая жена» с Анной Каменковой и Владленом Бирюковым, там, Бирюков играл водовца, у которого, значит, была маленькая девочка, там, жена совсем молодой умерла, а Каменкова играла, значит, такую невесту, у которой, значит, жених Сергей Параханов, он вернулся из армии с городской невестой, в общем, это он ее изменил, в общем, это сюжет немножко переворачивается, сюжет фильма «Мужики», и там, значит, в конечном итоге она, значит, выходит замуж за водовца с ребенком, значит, тоже такая вариация на тему, ну, не РСП, а, значит, отца-одиночки. Вот это была такая плеяда фильмов, которые вот именно в тот период, последние годы правления Брежнева, это была явная заказуха. Судя по всему, все вот эти нестыковки, которые на сегодняшнем стриме были перечислены, они идут именно от этого. Что еще, значит, есть еще некоторые моменты, которые вот, их нереалистичность этим объяснить невозможно. Например, опять же, вот несколько раз говорили про письмо матери в армию. Вообще-то, когда подобные письма в армию приходят, это кончается, это может кончиться очень плохо, если солдат, получивши такое письмо, имеет доступ к боевому оружию. Надеюсь, не надо там растолковывать присутствующим, чем это может обернуться. Ну, судя по всему, там он служил на флоте, скорее всего, у него была должность какая-то техническая, поэтому к огнестрелу он доступ не имел, поэтому, собственно, мать, когда посылала это письмо, она ничего не боялась. Хотя, кто знает. Да, вот еще один момент. Значит, если вот так вот отмотать время назад, трехгодичная служба на флоте, она началась с 1968 года, так же, как и двухгодичная служба в сухопутных войсках. До этого было четыре года на флоте и три года в сухопутных войсках. То есть, если он там где-то году в 1966 призвался, он четыре года служила не три. Дальше, свадьба перед армией. Но если это начало 80-х годов и призывник по состоянию здоровья вводен к строевой службе, весьма велика вероятность, что он попадет в Афганистан. Значит, такой тонкий намек на толстые обстоятельства. отвалилось. Потеряли Владимира. Не рану для Афганистана это 80... Ну, предположим, делать в 81-м году. Владимир с нами. Меня слышно? Сейчас слышно, да, пропадали. А, да, мне тут немножко обрыв был. Значит, по поводу, опять же, почему человек женился именно до призыва. Ну, тут надо понимать, что, опять же, основное место действия это земля кубанских и терских казаков, у которых даже в брежневские времена существовали какие-то отголоски давних традиций. А, если вспомнить, на революционное время тогда минимальный брачный возраст для православных подданных был 16 лет, а призывной возраст царской армии был 20 лет. И значительная часть призывников, если не большинство, это были женатые мужчины, кое-кто уже успел стать отцами. Кроме того, в казачьи войска призывали, по-моему, еще позже, в 21 или в 22 года. И все казаки практически были женаты. Поэтому, может быть, это тоже такой намек на какую-то традицию, которая сохранялась среди этих людей, которые, по крайней мере, в прошлом причисляясь к казачеству. Что еще можно сказать? Ну, в общем-то, все. Можно чуть-чуть развернуть мысль, предположим, он побывал в Афганистане. А что это для сюжета значит? Не он побывал в Афганистане. Вот у этого главного героя, который играет Михайлов, у него есть старший брат, который, судя по их разнице возрасте, он родился еще до войны. Поэтому, он говорит, что вот одного сына встречаю из армии, то есть ему где-то уже где-то 20 или 21 год, а второго провожаю женю. И вот тот, который женится и уходит в армию, он, судя по всему, вполне может попасть в Афганистан. И, скорее всего, это один из мотивов женить бы до армии. А, в этом смысле. Успеть зачать ребенка, потому что человек может либо вообще не вернуться, либо вернуться инвалидом. Вот такие соображения. Потому что тогда, когда, знаете, была эта эйфория, связанная с Олимпиадой, когда Олимпиада прошла, сразу все негативы, связанные с водом войск в Афганистан, они полезли на передний план. Просто в до Горбачевской время об этом было не принято говорить. Было принято только намекать. Например, Никита Михалков родня включил фрагмент, когда едут эти армейские грузовики, значит, там сидят солдаты с автоматами, потом от него потребовали, значит, это вырезать. Это, кстати говоря, тоже где-то в начале 80-х фильм вышел. На это тогда власть очень сильно реагировала. Ну, вот и плюс, значит, опять же, там, некая традиция, что сначала, что человек, который ходит в армию, он должен быть уже как бы женат. На этом мои домыслы, вполне возможно, это другие соображения. Опять же, если принять в свое внимание, что сценарий для этого фильма писала женщина. Кстати, если уж вспомнить вот это замечание о том, что Александр Михайлов первоначально этот сценарий отверг как абсолютно нереалистичный, вполне возможно, что это действительно было некое намек на индийское кино. Действительно, что-то такое неподоподобное, там, разлученные братья и сестрами, отцы, не знающие своих детей, это длится четыре десятилетиями, и все это перенесено на почву развитого социализма. Потом его каким-то образом уломали. Но у меня пока что все. Благодарю. Да, ну что же, это интересная версия по поводу, что тут, какую роль здесь свадьба тогда в этом контексте играет, да, это без исторического контекста непонятно. Может быть. Может быть. Ну, я так черту подвяжу, наверное, позже под разбором, там, ну, как разбором, не то, чтобы это был разбор, скажем так, мы накидали всяких там мыслей, наверное, может потом кому-нибудь придет что-то в голову более слаженное. Фильм действительно выглядит слабо реалистичным, очень такая сказка на сказке, там, ну, несколько даже сказочных событий наслаиваются вместе, в общем, в историю верится с трудом. В то же время, как в любой сказке, да, в ней есть некая нарратив, сказка-ложь, да в ней намек. И в этом смысле, ну, то есть, пусть даже это сказка, но даже в сказке, там, да, ну, Иван-дурак там определенным образом ведет себя, там, и там, с Коньковым-Гурбунковым, там, и со Змеем-Горынычем, и мы что-то из этого извлекаем. И здесь вот был своеобразный Змей-Горыныч, вот, и этот Змей-Горыныч нашего Ивана-Дурака, похоже, съел. Вот, и я вижу, что все-таки, ну, и, конечно, то, что я сейчас говорю, это я говорю, как именно, ну, так сказать, человек, ассоциирующий себя с мужским движением во всех его проявлениях, там, да, и в различных его проявлениях. И мне это видится, как учебный материал, и в этом смысле я еще нахожу его полезным. То есть, можно действительно себя представить на этом месте и подумать, во-первых, как не попасть в такую ситуацию, потому что это явно не та ситуация, куда стоит попадать. А во-вторых, даже если уж ты попал, то как из нее, ну, более, что ли, грамотно, там, как ее грамотно разрулить. То есть, с наименьшими, не уронив, так сказать, недостоинства, да, но и в то же время и не становясь, не завиновачиваясь, там, насмерть, да, и чтобы не нужно было расплачиваться за чужие ошибки всю оставшуюся жизнь. То есть, как вот здесь, как удержаться, как найти какую-то платформу, что ли, за что держаться. Ну, я вот, что мне в голову пришло, по поводу фильма за неделю, я назвал. Ну, что ж, благодарю всех, кто пришел. Напоминаю, что у нас все еще идет сбор желающих для участия в кинопоказе документального фильма «Стирай семью», который назначен на 19 ноября в Москве и онлайн. Ссылки смотрите в описании. Если можно куда-нибудь распространить по знакомым соцсетям и так далее, пожалуйста, прошу, распространите, а то у нас набор идет медленно, а времени осталось мало. 10 ноября закрывается сбор. Нужно будет принимать решение, что делать. Вот. На этом у меня все. Всем спасибо. Следите за обновлениями. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok